Такую бурную реакцию от «Айда молодцы» до «Это катастрофа» Смотрите более подробнее на сайте aif.ru Организаторы аутлайна дают комментарии, такое интервью, изданию «Афиши Дейли» и очень без гнева размеренно объясняют и рассказывают, как все происходило. Все были настроены на сотрудничество. В течение полутора месяцев готовилось мероприятие, но в какой-то момент они почувствовали за несколько дней до самой даты начала фестиваля, что что-то пошло не так, кто-то начал вставлять палки в колеса и вдруг пошли предписания от прокуратуры и так далее. Более подробно смотрите на сайте афиши «Дейли». Российская газета публикует федеральные законы, разъясняющие статус и функции новой силовой структуры Национальной гвардии. Смотрите в Российскую газету сегодня и там же информация о том, что российское такси в этом году подошевело на 20-30%. Скорее всего, эксперты говорят, это из-за растущей конкуренции. «250 тысяч евро за ночь снять Кокорина и Мамаева с зарплаты» – это цитата, видимо, из какого-то комментария. Сегодня «Московский комсомолец» это берет как заголовок. На самом деле, двое наших футболистов, сейчас вот их оправдывает и хозяин заведения, можете посмотреть у нас на сайте, его комментарии рассказывают, что это просто были другие какие-то там клиенты, которые узнали футболистов и для них заказали шампанское. Сами футболисты даже к нему, на самом деле, и не прикоснулись по свидетельствам хозяина заведения. И на РБК смотрите рассказ руководителя «Бла-бла-кар» в России и на Украине. Алексей Лазаренко пишет о том, как новые отношения между людьми меняют лицо бизнеса. Ведь подумайте, что еще лет 50-60 назад вы бы, наверное, не пустили совершенно незнакомых людей к себе в квартиру или не посадили бы, возможно, к себе в машину. Сейчас все эти Airbnb, Uber, Бла-бла-кар и другие сервисы действительно меняют форму взаимоотношений между людьми более подробно на сайте РБК. 8.37 – это был обзор прессы. Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8. Слушать, думать, знать правильные глаголы. Говорит Москва! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграешь! Поиграешь, поиграешь! Ранья дров, Сережа! Серебряная рожа! 8.38 – среда, 6 июля. Здравствуйте! Великий город! Здравствуйте! Это Радио Говорит Москва! Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте. И Сергей Даренко. Доброе утро. Да, 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 да. Теперь вы будете любить Ауди. В каком смысле? Это, наверное, не нам. Ну, не знаю. Все-таки наши футболеры отличились во Франции. Настоящие патриоты. К Ауди у меня отношения никакое. Ну, хорошая была у меня Ауди. Хорошая венгерская машина. Но венгры, мне кажется, лучше гуляш делают, чем Ауди. Нет? Ну, хорошо. Не знаю. Мы так это и теперь будем повторять. Венгры делают гуляш, чардаш и порнографию для Соединенных Штатов Америки, для американских сайтов. В Будапеште в основном студии все находятся. Да, да, да. Куда приезжают украинки, украинки туда приезжают, и русские приезжают. Но в основном, вот так сказать, все-таки в Будапеште. Ну, хорошо. Значит, смотрите, я про футбол. Ну, конечно, про футбол. Конечно. Министр Мутко не может уволить главу РФС Мутко. Нет, не может. Смотрите. Значит, я хотел поговорить чуть шире, чем о футболе. Мне хотелось поговорить об элитах и о взаимоотношениях русских людей с элитами. Если они таковые и есть. Вчера я читал статью, бегло, к сожалению, отложил ссылку и хотел снова прочитать. Спутники погром. Есть такой ресурс. Да, да, есть такой ресурс. Спутники погром. Вот на спутнике. А мне дали, мне кинули ссылку в фейсбуке. Сейчас не помню, по-моему, в фейсбуке. Значит, я начал читать о разводе с элитами народа. Почему народ действует... Разве они были женаты? Да, были женаты, да. Ну или нет. Это когда было? Не знаю. Ну, может быть, были. Значит, в любом случае народ живет параллельно, не пересекаясь с элитами. Вообще никак. То есть нам, в общем, все равно. Просто советское наследие, когда мы привыкли, что они... Тебе больно резанула вот эта гулянка, значит, русских. А я же ты фамист. Нет, это гулянка русских. Не обязательно Мамаев и Кокорин истратили 250 тысяч евро. Не обязательно. Да, какие-то ребята. Нет, какие-то русские, другие русские. Увидев Мамаева и Кокорин. То есть версии две. Одна из них, Мамаев и Кокорин, истратили 250 тысяч евро. 250 тысяч евро. 18 миллионов рублей. Значит, на кутеж. За один вечер. 18 миллионов рублей. За один вечер Мамаев и Кокорин истратили на кутеж в баре в Монте-Карло. А второй, в ночной клуб. А, значит, вторая версия, что они, вообще говоря, просто курили кальян. Что подобает. И, естественно, для футболистов, понимаешь. В Монте-Карло. Ну, нет, вообще, футболист, он в минуту досуга курит кальян обычно. Значит, они курили кальян. Говорим футболист, подразумеваем кальян. Да, конечно. Вообще, курение. Подразумеваем курение. Значит, они оказываются, ну, конечно, они втягивают в легкий дым. Они специально усложняются в жизни, чтобы потом ходить и бегать. Конечно, чтобы потом бегать, бегать с трудом, обливаясь потом там и так далее. Или не бегать вообще, прекратить это дело гнусное. Слушай, значит, вторая версия, что там русская компания отдыхала в этом же ночном клубе. Русская компания увидела Мамаева и Кокорина и решила воспеть этих доблестных представителей русского спорта. И эта компания тратила 250 тысяч евро на Мамаева и Кокорина. От счастья. От счастья, что с ними выдающиеся представители русских. Вот я надеюсь, там нет мата. Я, честное слово, очень обеспокоен. Там есть Дима только. Там есть это МКТВ, Московский комсомолец. Я надеюсь, что они забипали, если мат. И несут, несут эти золотые бутылочки в ведра. Мне не близко это, конечно. Вот это праздник русских в ночном клубе Монте-Карло, где воспевается спортивная доблесть Мамаева и Кокорина, двух русских футболистов. Я их фамилии узнал только вчера из этих публикаций. До сих пор не знал о них. Но вот теперь знаю. Значит, Мамаев и Кокорин. Они, судя по всему, футболисты. Вот, ну, судя по прессе. И они такие футболисты, которые прославлены в веках своей игрой на чемпионате Европы. На чемпионате Европы. Значит, они огорчены, вероятно, тем, что не все задалось. Ну, может быть, там ЦРУ, МОСАД, как вы знаете, неустанно... Не дремлет. Неустанно не дремлет. Да, абсолютно верно. Неустанно не дремлет. ЦРУ и МОСАД, как вы знаете. А также Рокфеллеры. Значит, все они неустанно не дремлют. Враги России. И поэтому вставляли палки в колеса. И русская сборная не продвинулась так далеко, как нам бы хотелось. Но понятно, что это нисколько не умаляет героизма, собственно, великих наших футболистов. Понятно, да? Попробовали бы вы столько пробежать по полю. Я умоляю. Я бы не стал. Я бы стал ездить на мотоцикле. Я бы взял хороший эндурик и носился бы взад-вперед, даже опережая этих господ. Конечно, прибавлял бы на второй передаче и так далее. Поднимая переднее колесо, ну всякое. Ну хорошо, слушай. Значит, и русская компания, по одной версии Мамаев и Кокорин, проставляются 250 тысяч евро. 18 миллионов рублей, если это вам ближе. 18 миллионов рублей они тратят в этот вечер. А по другой версии, просто русские какие-то богатые люди, мы не знаем, кто они. Честно говоря, не знаем. Может быть, чиновники, может быть, силовики, может быть, бизнесмены. Нам это не сообщается. Это не сообщается. Она инкогнина. Они заказывают русский гимн, и под русский гимн красивые девочки-официантки, вот что здесь, красивые девочки-официантки, абсолютно несчастные, потому что надо улыбаться, а в этот момент бенгальские огни резиночками прикручены к шампанскому по 25 тысяч долларов, или евро, простите. 500 евро бутылка, нет, там было 500 евро бутылка, 500 бутылок. Нет, там были и по несколько, 500 бутылок по 500 евро? Это 200, как раз получается 250 тысяч. Не знаю. Там какая-то, такой я видела расчет, но может быть, приблизительно. Нет, там говорят и дороже было шампанское, не по 500 евро. По 500 евро это для нищих шампанское. Вот тем более для нищих. Нет, нет, там были коллекционные сорта шампанского, насколько я понимаю. Вот эти девочки, прикрутив резиночками бенгальские огни к бутылкам шампанского, несут эти огненные такие полыхающие огненные ванны. В петровском стиле такой фейерверк. Да, и такой фейерверк красивый, под гимн Российской Федерации. Визги, писки, свисты, все это в Монте-Карло гуляет Россия. А я вижу, как всталость. Россия гуляет. Гуляющий. Скажите, пожалуйста, а вы испытываете при этом какие-то чувства, вот узнав об этом? Вы испытываете какие-то чувства или вам пофиг? Вообще просто пофиг. Вот скажите, это я спрашиваю в связи со вчерашней статьей на «Спутнике и погроме», что развод между элитами и народом настолько глубок, что народу, в общем, вообще плевать на элиты. Ну, что бы они ни делали. Могут Кремль поджечь. Мы и так знали, что это в этом роде. Вас это взволновало. Вот эта сцена прогуливания 18 миллионов рублей в шампанском под гимн Российской Федерации вас взволновала, так или иначе. 134, 27, 35. Абсолютно не волнует. 134, 21, 36. Вот так. Абсолютно не волнует. 134, 21, 36. Даже если наши элиты подожгут Кремль, по-моему, не знаю, с эти, с барабанами начнут ходить вокруг пожара. Абсолютно никого это не интересует. То есть это вообще к нашей жизни никак, никакого отношения не имеет. Ну, это своя жизнь, у них своя. Мы живем на разных планетах, они на своей, по-моему, там что-то у них происходит, что мило. А у нас пиво мы пьем, там, по-другому музыку, у нас, знаешь, у нас, у нас другое. У нас мама больная, у нас еще что-то, понимаешь, у нас как бы совсем другое все. Штакетник надо поменять. Штакетник надо поменять, конечно. Штакетник надо поменять, да. Надо не забыть заскочить в этот самый, как говорят, Леруа Мерлен, значит, саморезиков купить по 3 сантиметра длиной, саморезы нужны. Вот уже который раз забываю. Вот какие-то такие вещи, понимаешь. Плоскогубцы оставил в автобусе Каравелла на дверке, плоскогубцы оставил. И вот как поеду, другой раз, раз и нет плоскогубцев. У меня другая жизнь, совершенно другая жизнь у меня, понимаешь. Ну какая у меня разница, что они там делают? Пусть они там, так сказать, развлекаются, как хотят. А ко мне это не имеет никакого отношения. Я смогу, украду. Ну не смогу, но не украду. Ну, значит, смогу, заработаю, а смогу, украду, а смогу, ограблю. Ну это все, вот это же, как подвернется. Не знаю, понимаешь? Как подвернется. Ну, а как они там гуляют. Ну, молодцы. Мало ли, что у них самые большие яхты в мире, у русских, понятно. Самая роскошная жизнь в мире у русских. Ну нет, а как же арабские шейхи? Нет. Нет. Мы соревнуемся с ними, и надо сказать, что мы их бьем. То и дело мы слышим, что самая большая... Нет, ну я тебе объясняю. Самая большая яхта в мире принадлежит... Это как переходящее Красное Знамя. Значит, то русским, то арабам. То русским, то арабам. На самом деле мы... Вот для настоящей конкуренции. Настоящая конкуренция на планете Земля. На планете Земля есть конкуренция. Между русскими и арабами в самой большой роскоши на этой планете. Понятно, да? И надо сказать, что мы ведем в счете. Мы бьем арабов только так. Но время от времени какой-нибудь араб вырывается вперед. Но мы берем массой. У нас больше. У нас больше в этом мире. Я останавливаю это голосование. 46% считают, что это интересно. Ты пиши мне, пожалуйста, дорогая жизнь. Уже не писала. И можно тебя попросить один раз при всех? При всех. Пиши мне уже так, как чтобы я копипастом выложил. Потому что ты пишешь так. А, вот, да. Ага. Что? Все, я хорошо написала. Спасибо, спасибо. Запятые поставила. Молодец, молодец. Запятые, заглавные буквы она никогда не ставит. Ну все, я жалуюсь на ножку публично, как видите. 46% считают, что это вообще сколько-нибудь интересно. 54%, что наша жизнь вообще в другой плоскости. Ведется. Просто у нас другая жизнь абсолютно. Ну вот. Значит, скажите, пожалуйста. А тем, кому это интересно, это у вас вызывает чувство раздражения или другие чувства? Ну, раздражение и негатив. Негатив. 134, 21, 35. Раздражение самое предсказуемое чувство. 134, 21, 35. Другие чувства. 134, 21, 36. Не негатив. Нет. Именно чувства негативные какие-то у вас. Негативные. Когда вы узнаете о том, что люди посидели на 18 миллионов рублей под гимн России в Монако, в Монте-Карло, значит, вы испытываете чувство раздражения или иные негативные чувства? 134, 21, 35. Нет, не негативные чувства. Нет, не негативные чувства. 134, 21, 36. Не негативные. Какие-то другие. Не знаю. 7373, 948, давайте поговорим. Алло, здравствуйте. Да, Сергей, все доброе утро. Борис Москва. Да, Борис. Я испытываю чувство, скорее, расстройства за этих людей, потому что они не умеют, как не управлять, а прожигают их. Давайте скажем, что расстройство – это негативное чувство. Грань между интеллигенцией и простым народом, она не только в России. Интеллигенцией? Это очень велика. Вы называете футболистов интеллигенцией? Скажите, пожалуйста, вы имеете в виду, что они мыслят костным мозгом большой берцовой кости? Или что именно подразумеваете? Ну, они движут, наверное, какими-то своими животными такими позывами, показать, что они богат. Интеллигенция – это ум, разум, это интеллектуалы. Эти люди, мне кажется, наделены богатым костным мозгом в больших берцовых костях, но никаким другим мозгом они не наделены. Ну, может быть, я ошибаюсь. 73-73-94-8, я, наверное, ошибаюсь. 73-73-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Я испытываю гордость за свою страну. Гордость. То есть позитивные чувства, прошу вас. Позитивные. Позитивные. Ну, продолжайте. Этого мало. Вы должны как-то обосновать. Почему гордость? А почему гордость? Я с трудом распознаю сарказм. Если он есть, и надеюсь, на третьей фразе вас все-таки поймать. Кто ж еще, кроме русских, может, после проигрыша, это отметить таким образом. Ну, скажите, а что отметить таким образом? Каким образом? Опишите, пожалуйста, отмечание в позитивном ключе. Зависть всего мира. Зависть к тому, что под бабьи визги пьяных баб исполняется гимн? Вы думаете, весь мир завидует этому? Конечно. Нет, весь мир презирает. Я думаю, завидует. Абсолютно презирает. Абсолютно внутренне презирает, поверьте мне. Мир не состоит из одной только гопоты. Вы просто приписываете миру, качества которых в нем нет. Мир презирает. 99 процентов. Нет. Вы просто плохо знаете мир. Плохо знаете мир. Ну, вот, позвольте мне суждение такое. Нет-нет, мир презирает, конечно. Даже нет сомнений. Я пытаюсь, знаете, с какой стороны это все представить? Я же работала в туризме. Да. Принимающей стороной. И вот бывало такое, что клиент чего-то вот, ну, туристы индивидуальные, богатые люди, вот им вдруг что-то захотелось такого вот. Вот. И ты бегаешь и пытаешься это организовать. Да. Не знаю, прыжок с Исаакиевского собора на параплане. Ну, например. Вот, и ты бегаешь. И принимающая сторона в ресторане, там, в Монте-Карло. Ну, выобразите себе, что такое 500 бутылок шампанского. Вообще, вот это вот шампанское в среднестатистическом ресторане, конечно, очевидно, такого запаса не может быть, одинакового какого-то вина. Такого запаса нет, конечно. И когда они чувствуют, что пошла тема? Они должны послать первые 10-15 бутылок, которые есть в заведении, и немедленно послать на склад, то есть разбудить. Бежит, бежит, бежит в этот метр-додель, вы понимаете, что деньги сейчас пойдут. Пошли машины. Пит-пит-пит-пит. Моногасский язык там, я не знаю, что они там используют. Да. И как вот это происходит, организация заработка на вот этом вот... Да. На вот этой волне. Вы напрасно думаете, что... Вот сейчас позвонивший слушатель показался мне очень экзотичным. Очень экзотичным. Представить себе, что русские под собственный гимн, пьяные свисты и пьяные бабьевизги, тратят 18 миллионов рублей и весь мир завидует, может только человек с изысканным воображением. Ну, очевидно... Но мне кажется, это все-таки была ирония какая-то, нет? Точно все презирают. Точно все презирают. Это абсолютно от Индонезии до Аргентины... Ну, просто достаточно представить себе... До Аргентины и Калифорнии. Все, конечно, презирают. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Меня Сергей зовут. Да. Я хотел бы сказать, что какое может быть восхищение? Это вы абсолютно правильно говорите о том, что весь мир смеется над этим. Смеется с презрением. Мне кажется, решение должно быть понятное, и это вызов вообще всему обществу. Я хорошо знаю, иностранцы. А какое решение? Решение. Считайте их из лиги вообще. Так это не они, если, например, платили. Понимаете, у нас люди такие в этом свете. Они говорят, это не они там сидели. Какие-то русские, какие-то русские. Значит, мы не знаем этих русских. Может быть, они... Послушайте, но в дураков можно играть, конечно, очень долго. Все дураки, они одни умы. Нет, почему? Там русские. Могут быть какие-то русские провинциально мыслящие. Увидели рядом с собой светил. Увидели рядом с собой столичных штучек. Значит, и решили гульнуть так, чтобы это потом запустить везде в Инстаграме и так далее. Сергей, но то, что они у нас... Нет, в одноклассниках, я думаю, не в Инстаграме, а в одноклассниках. Это уже не новость. Что? То, что они у нас не отвечают за свои поступки, это не новость. Никто у нас не отвечает. Да, поэтому это абсолютно... Это их воспитание. Нет, вообще никто не отвечает ни за какие поступки. Обратите внимание. Все отвечают, но за какие-то не свои поступки. Вообще к тебе не относящиеся. За не свои поступки можно и в тюрьму сесть, а за свои никто ничего не отвечает, конечно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Да. У меня несколько вызывает возмущение не их поступок, а то, как с ними поступили, как их наказали. Их вывели в дублирующий состав, прав денежные наложили. И позором клеймят в сетях, в комментах, в ютубе, там, везде. Хорошо, а что вас смущает? Почему, почему? Ну, потому что я сомневаюсь, что у них в контракте есть пункт, в контракте, который запрещает им посещать какие-либо заведения. Да, хорошо. Скажите, пожалуйста, а вы придерживаетесь каких культурно-религиозных взглядов? Вы ближе к чему? К христианству вы близки? Да какой-то степень. Просто в Европе, ознакомлю вас с моим представлением, довольно близки люди к христианству. А в христианстве закон был у Понтия Пилата, а понятия были у Христа. Понятно, да? Поэтому, когда вы говорите, как Понтия Пилат, вам будут резонно морализировать другие люди с точки зрения Христа. Понимаете? Есть законы, есть понятия. Есть понятия. Мораль. Я прекрасно понимаю, да-да. Я это представляю. Об этом многие говорят, что есть закон, есть понятия. Но дело в том, что если по понятиям... По понятиям. По понятиям Христос был, а по закону был Пилат. Помните, да? Я объясню... Сцена грязная. Они попали в грязную сцену. В грязную сцену. Попали в грязную сцену. Сцена грязная. Вот и все. Вот понятия очень простые. Надо было встать и уйти. Надо было встать и уйти. Но почему нет-то? Людей воспитывают... Ну, людей воспитывают... Много лет людей воспитывают, что... Ох! Любые деньги на Олимпиаду. Да. Любые деньги на Чемпионат мира. Любые деньги на Крым. Любые деньги на МОС. Любые деньги на все. Но лишь бы был флаг и гимн. В первую очередь вот это. А потом уже деньги. И понимаете? Ладно бы эти деньги были еще там ваши, потому что вы заплатили налоги. Это и деньги. Да, да. Хорошо. 59 минут, к сожалению. Я должен перейти. Спасибо. Спасибо. Я обязательно продолжу. Обязательно продолжу это после обзора в движении и новостей. Договорились? Подъем. В движении. В движении. Ребят, я буду много вам рассказывать на эти полторы недели про гуся 1200. Мне выдали 1200 гуся сегодня. В полшестого утра я его забирал в BMW. Значит, это тест-драйв. Значит, я на гусе теперь езжу. Мать, вообще просто. Я такой крутой. Страшно? Я такой крутой. Страшно. Страшно, но приятно. У меня, говорю, стекло запотевает внутреннее, потому что я делаю так. Вот так езжу. И от этого запотевает стекло. Прикинь, что? А страшно. Высокий центр тяжести. Я стал очень аккуратен. Так в поворотах. А, заваливаешь? Снижаю скорость. Снижаю скорость от страха. Перед осташкой красная. Три балла всего. Город довольно свободный. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Девять часов столицы. В студии с новостями Евгения Волгина. Здравствуйте. Я начну сообщение с Ленты ТАСС. Представитель генпрокуратуры Александр Куриной подтвердил, что надзорное ведомство потребовало от Следственного комитета прекратить уголовное дело в отношении владельца аэропорта Домодедова Дмитрия Каменщика. Об этом ранее писала газета «Коммерсант». Подробности слушайте в следующем выпуске. ФАС завела дело о сговоре на торгах об отдыхе на Сямозере. Конкурс на сумму 82 миллиона рублей был организован Департаментом соцзащиты Москвы. Столичное управление ФАС собрало доказательства антиконкурентного соглашения между компаниями «Парк-отель Сямозера» и «Карелия Опен». Об этом говорится на сайте ведомства. Ранее коммерсанту стало известно, что госзаказ на организацию детского отдыха был создан под одну фирму. По версии Минкономразвития, «Карелия Опен» не собиралась заключать контракт, поэтому тендер достался единственному участнику – фирме «Парк-отель Сямозера». Обеими руководит один человек – Елена Решетова. 18 июня группа детей с инструкторами попала в шторм в Карелии. В итоге 14 школьников погибли. Следствие посчитало ошибку экипажа причиной крушения Ил-76 в Иркутской области. Летчик мог потерять ориентировку в пространстве из-за дыма. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на источник, близкий к расследованию. После расшифровки бортовых самописцев версию технической неисправности исключили. При этом данные черных ящиков показали, что экипаж не догадывался об опасности до столкновения с сопкой. Однако командир воздушных судов МЧС, заслуженный летчик России Валерий Круза, заявил, что экипаж этого самолета не мог допустить ошибку. Ил-76, принимавший участие в тушении лесных пожаров, разбился 1 июля. Погибли 10 спасателей. В Евросоюзе потери от антироссийских санкций оценили в 60 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе французского исследовательского центра в сфере международной экономики. По мнению авторов, потери связаны не с ответным российским эмбарго, а с теми ограничениями на торговлю, которые ввел Запад. В абсолютном выражении Германия теряет 832 миллиона долларов в месяц. Это 27% от недополученной прибыли всех стран. Однако другие геополитические игроки несут меньшие потери. Соединенные Штаты – 0,4%, Франция – 5,5%, а Британия – 4%. Британский фунт продолжил падение до 30-летнего минимума. На открытии азиатских рынков курс составил 1 доллар 23 цента. Накануне фунт стерлингов опустился до значения 1985 года. Это 1 доллар 30 центов. Об этом пишет Financial Times. Стремительное снижение британской валюты связано с итогами референдума по Brexit и повышающимся уровнем пессимизма у бизнеса. На МКЖД появится художественная подсветка. Крупные объекты линии ночью будут освещены теплым белым и желтым светом. Концепции находятся в стадии подготовки. Об этом сообщил руководитель столичного департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Левинский. МКЖД или Московское центральное кольцо будет запущено в этом году. В завершении о валюте доллар по Центробанку на сегодня 64,27 рубля, евро 71,63 рубля. И о погоде по данным Гесметио в Москве сейчас 14 градусов. Днем в столице малооблачно, небольшой дождь и до плюс 21. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Волгина. Говорит Москва. Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8 Реклама Что такое семья? Это там, где ты делаешь свои первые шаги. И даже когда ты падаешь, тебя всегда простят и поддержат. Семья там, где ты получаешь свой первый опыт, чтобы потом все сделать наоборот и понять, как родители были правы. Семья там, где тебя всегда ждут и примут такого, какой ты на самом деле. Даже если ты всегда забываешь поздравить с праздником. Семья – это лучшее, что у тебя есть. Береги родных и близких. Социальная поддержка семьи и воспитание подрастающего поколения – важное направление государственной политики. Сохраним лучшее вместе. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирают деньги на спасение годовалой Вики Ширяевой. У младенца врожденный порог развития кишечника. Спасет девочку внутривенное питание. Цена – 1 миллион 419 тысяч 204 рубля. Вы можете помочь Вике Ширяевой, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграй, 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 друг Сережа, в серебре на рожок. Девять часов шесть минут. Среда, шестое июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя! Сергей Доренко, доброе утро! Москва, три балла, продолжаем нормально ездить. Сегодня неплохой денек, я должен сказать. Мы продолжаем тему, и мне пишет человек, сейчас не нашел я его. А с чего начали, ребят, я пропустил начало. Начали мы с господ футболистов, которые в Монте-Карло пропили за... Ну, там, вместе с коллективчиком русским. Какое-то было русское какое-то собрание, такое небольшое, в ночном клубе. Монте-Карло. И они пропили 18 миллионов рублей. Мы в рубли переводим. 18 миллионов рублей только шампанским. То есть мы говорим только исключительно о шампанском, потому что... Были еще салаты? Были салаты, был морс, была кока-кола, была еще... Была бы вода, какая-нибудь норвежская. Знаешь, когда сейчас подают в дорогих местах, подают отдельное водяное меню. Так же, как винное меню подают. Как я раньше не догадалась, Сергей, вот это да, водяное меню. И там бутылки воды есть, норвежской какой-то, вот, значит, со скал откуда-то из фьордов, которая по 30 евро за бутылочку, чтобы ты понимала. Водяное меню. Отдельно подают пищу. Водяное меню. Пищу. Отдельно подают вина. И отдельно подают воду, обычную воду. Вот это да. Все это подается в красивых стеклянных бутылках, дизайнерских. Бутылка 30 евро за воду. Это нормально. Нормально 30 евро. Шампанское какое-нибудь вдова Кликова стоит 40 евро. А вода 30, 35. Ну, норвежская она привезена. А вы верите в все, что это... Не знаю. Мне кажется, ее в соседнем подъезде. В соседнем подъезде. В соседнем подъезде. Я всегда требую, когда вода более-менее дорогая, я всегда требую с пузырями. Я говорю, по крайней мере... Я знаю, что она из соседнего... Так ЦО можно допустить. Она из соседнего подъезда из крана. Но, по крайней мере, потрудились забить ее газом. Это значит, хоть что-то сделали. А если просто налили, это, конечно, слишком большое издевательство. Ну, так вот, слушай, исландская вода, да, и всякая такая. Ну, так вот. Значит, 18 миллионов рублей они истратили только на шампанском. На всем остальном, я думаю, ну, сколько-то миллионов рублей тоже было истрачено. Значит, это наши футболисты праздновали. Вот вам, пожалуйста, звуки с этого видео, где эта пьяная оргия, пьяная оргия и также аморальная, с моей точки зрения, оргия. Еще раз послушайте, пожалуйста. Ну и так далее. И так далее. Можете вы для себя лично пропеть до конца, если вы знаете слова. Напевайте. Это вам мелодия на сегодня. На секундочку. А? Мелодия на сегодня. На фоне свистят казачки какие-то. Нет, свистят как раз люди, которые тратят 18 миллионов рублей. Они свистят. Да, ленинградец говорит совершенно справедливо, они свистеть нормально не умеют. Да, ленинградец. Мы бы выдали заливисте, конечно. Да? Ну... Ты знаешь, как я свищу? Ну, давайте. Что, надо свистеть? Но микрофон же все равно это погасит, либо зашкалит. А у меня лопнут перепонки. Ну, что-нибудь, конечно. Я соловей-разбойник в чистом виде. А Медведева бы на цепи пригласили? Медведева? Медведя. Нет, Медведева, конечно. Хорошо. Давайте. Если бы они слушали, говорит, Москва, они бы отправили деньги Вике Ширяевой, говорит Эд из Ярославля. Но они не слушают, нет. Вот мы об этом говорим. Значит, нам говорят, ну ничего страшного. Они же просто, ну, как бы, их угощали. Как говорит хозяин этого заведения, он сказал, что другая русская компания угощала футболистов. Футболисты не тратили 18 миллионов рублей на шампанское. Это другая русская компания потратила. Но все равно это представители наших элит, правда же? Сидят в Монте-Карло, тратят 18 миллионов рублей на шампанское. Значит, все равно это представители элит в общем. И футболисты наши не смущаются этим. И могли бы смутиться и выйти. Настя, мы бы с тобой вышли. Ну, конечно. Мы бы с тобой вышли. Нет, встали. Мне говорят, встали. Гневно, гневно, гневно. Проложили бы руку к сердцу. Об этом пел Высоцкий. Ты знаешь, что я воспитан господином Высоцким. Да, это я уже поняла. Ты знаешь, я воспитан. По-настоящему я слушал только его и американцев. Больше ничего. Из русских я вообще ничего не знаю. Поэтому, к сожалению, он пел как раз об этом. Он ровно об этом пел. Не надо подходить к чужим столам и откликаться, если подзывают. Понимаешь, да? Ну, вот я вас угощу этим. Мне в ресторане вечером вчера Сказали с юморком и с этикетом Мол киснет водка, выдохлась икра И что у них ученый паракета И многих помнят с водкой пополам И разобрал, что плещется в бокаль И я улыбаясь, подходил к столам И отзывался, если окликали Вот он, надменный, словно решилие Почтенный, словно папа в старом скетче Но это был директор ателье И не был засекреченный ракетчик Со мной гитара Струны к ней в запас И я гордился тем, что тоже в моде К науке тяга страшная сейчас Но их гитаре тяга есть в народе Я выпил залпом и разбил бокал Я чуть-чуть передвину, но смысл Где-нибудь сиди и мыслит в миллиардах и в парсеках Он предложил мне хоть это на дому Успев включить магнитофон в портфеле Давай дружить домами я ему Сказал, давай, мой дом, твой дом-модель И я нарочно разорвал струну И утаив, что есть запас в кармане Сказал, привет, зайти не примену Но только если будет марсианин Я шел домой под утро, как старик Мне под ноги катились дети с горки И аккуратный первый ученик Шел в школу получать свои пятерки Ну что ж, мне по делам и по делам Лишь первые пятерки получать Не надо подходить к чужим столам Не отзываться, если отвлекать Поняла? Хорошая Лишь первые пятерки получать Не надо подходить к чужим столам Не отзываться, если отвлекать Значит, смысл в том, что нам говорят Но они могли просто быть жертвой того, что вот на них Надо встать и уйти в таких случаях Надо встать и уйти Ну конечно Но если ты видишь, что какая-то богатая гопота Начинает мокро тебя любить Начинает мокро тебя любить Богатая гопота Надо встать и уйти Алло, здравствуйте Здравствуйте, Алексей из Красногорска Здравствуйте, Алексей Я хочу защитить наших футболистов Очень интересно, прошу вас Ну вообще, это старая русская традиция Пить в Европе шампанское Кроме того, они пили, кстати, не очень другое Вообще, в истории шампанского Верно с Россией Ну скажите, пожалуйста Но ведь пить в Европе шампанское Вы знаете, что вся традиция России Давайте вспомним хотя бы последние пять веков Заключается в том, что русские нищие Ну нищие Но они нищие Шампанское своей популярностью И вообще за самим фактом своего существования Благодарны во многом именно русским Русским безответственным элитам Которые берут деньги нищих Потому что русские нищие последние пятьсот лет Вы знаете, что уровень потребления у русских домохозяйств Home household По крайней мере, последние сто пятьдесят лет Существенно ниже, чем где бы то ни было В худших местах Европы Я сравнивал с Австро-Венгрией Если помните, с Австро-Венгрией Значит, русские домохозяйства Потребляли на домохозяйство В разы меньше, чем Австро-Венгерские домохозяйства В самой отсталой экономике Тогдашней имперской Австро-Венгерской Да? Значит То есть русские нищие А их элиты были безответственны веками И это для вас кажется действительно органичным и правильным Да, ну так они же не выбиваются из общей истории Не выбиваются Нет, они не выбиваются из общей истории То есть безответственные элиты нищих Нищего народа Это нормально, говорит наше слушатель Это правильно Да Это правильно, это очень правильно Ну так обычно и бывает А? По-другому не бывает Нищие элиты, нищий народ Или бывает где-то Не знаю 7373948 Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте Сергей Здравствуйте Анастасия Здравствуйте Да Хотел сказать по поводу футболистов Меня зовут Александр Да, Александр Значит Следующее Если абстрагироваться полностью от того факта Что это спортсмены Они отдыхают Да, употребляя алкоголь Куря кальян Они говорят Не прикоснулись к этому Как будто бы нет Внимание Есть хозяин ночного заведения Который говорит Что они не прикоснулись Но он был заинтересован в отмазке И мы не до конца уверены в том Что это верно Ну, предположим Предположим, да Пусть так Хорошо Но почему всех так удивляет Что люди, зарабатывающие большие деньги Приходят в рестораны Прогуливают те деньги Которые могут себе позволить Я знаю почему Неужели они придут в ресторан И будут заказывать себе вино По 300 рублей По 500 рублей Да, и гулять Я точно знаю почему Нет, я точно знаю почему Потому что это называется Иртом и жопой Потому что Потому что Нет, нет Я отлично пойму Если вы очень богатый господин И вы купите бутылку Коллекционного шампанского Для того, чтобы поужинать У меня вызовет презрение Если вы начнете демонстрировать Гопотскую Мещанскую Такую удаль Вот если вы начнете Вести себя как Богатая гопота Я буду вас презирать А если вы достанете бутылочку Абсолютно дорогого вина Коллекционного И выпьете Недоступную мне Безусловно Недоступную мне Значит я Буду относиться Ну я отцокну языком И скажу Черт Серега Надо лучше работать И больше зарабатывать Вы отличаете Вы отличаете Достоинство человеческое От богатой гопоты Вы отличаете? От богатой гопоты Ну конечно Но это Но это Пример богатой гопоты Это пример Все это понятно Но я еще хочу Сказать следующее Давайте Почему-то никого не удивляет Когда наши Там политики Человики Которые в принципе Не могут По идее иметь Такие суммы Тенег при себе Так же гуляют Отмечают Никого это не удивляет Нет-нет Удивляет Удивляет Мы думаем Больше того Удивляет И возмущает О чем вы говорите? Удивляет И возмущает Но все это быстро Заминается И все это быстро проходит Конечно А подвалисты Которые зарабатывают Деньги Видите ли в чем дело? Объясню Можно объясню Потому что они любимчики Нам хочется их любить Без изъяна Нам хочется их любить Нам хочется делать Из них Медийных Мегаперсон Нам хочется любить Их в тот момент Когда они тренируются Нам хочется Улыбаться И жмуриться от счастья Когда они идут Со своими невестами Красивыми телками И так далее Понимаете? То есть нам хочется Видеть их на Олимпе И когда они ведут себя Как богатая гопота Мы думаем Что они обманули Наши ожидания Вероятно Беспочвенно мы так думаем А ведь наши ожидания Это наши личные проблемы Как сказал Аршавин Помните Аршавин сказал? Да Аршавина спросила пресса Скажите пожалуйста А вот вы обманули Ожидания людей На что Аршавин Совершенно справедливо сказал Ваши ожидания Это ваши личные проблемы Понятно, да? Очень глубоко Глубоко сказал? Глубоко сказал Наши ожидания Что наши лидеры Лидеры Медийные лидеры Сколько-нибудь Оправдывают наши ожидания Это наша личная проблема Но мы идиоты Ну мы идиоты Вот мы Мы наделяем Медийных лидеров Какими-то Качествами Сверхкачествами Мы придумываем им историю Мы придумываем им взгляды Убеждения Еще что-то Это просто по глупости Но может быть мы в этом нуждаемся Может быть социум нуждается В подобных персонажах И наделение их Какими-то сверхкачествами Не знаю Процент ее меняется в веках Наличие богатой гопоты Да А не в веках меняется Наличие богатой гопоты В обществе Алексис меня спрашивает Значит Вы знаете, Алексис Наличие богатой гопоты В обществе Меняется От страны к стране Ну и в веках тоже Я вот сейчас подумала Но исторически Когда первая гопота появилась На самом деле Когда появились разночинцы И стали богатеть крестьяне Да И так называемая Аристократия При царской России Которая у них были Свои правила И каноны И селья Скажу вам Про богатую гопоту Прости, быстро перебью Ты продолжишь Извини, пожалуйста Извини, извини Значит, ну И у нас купцы Жгли ассигнации Как вы знаете Так, считалось Что это неприличное Купец Купец должен был Жечь ассигнации Обязательно на праздники Купец поднимал руку И поджигал ассигнации То есть денежные знаки Цыгане, медведи Да, цыгане, медведи И это считалось Всегда пошлостью Пошлостью и грязью То есть эта грязь Была свойственна Презиралась в основном Это презиралась Людьми образованными Но это очень любилось Простонародными Нашими гражданами Значит, нашими предками Простонародными русскими Которые считали Что вот так и должен Вести себя Так и подобает Вести себя Богатому человеку Цыгане, медведи Танцы на столах И поджигание ассигнации Это обязательный элемент Такого хамского праздника В наших широтах Но я тебе скажу Что совсем недавно Отрекся король Испании В связи со слоновьим скандалом А, да, да Охота там была В момент кризиса Я вам напомню Чтобы вы понимали Где гопоты меньше Значит, я вам скажу В Испании гопоты меньше Чем в России В Испании гопоты меньше Чем в России Существенно Значит, в Испании Не так давно Во время кризиса Кризис продолжается Там безработица Среди молодежи Как вы знаете Значит Король Испании За свои деньги Свои деньги Поехал в Африку Где купил лицензию На отстрел слона Ну там старые животные Как вы знаете Старых животных убивают За большие деньги Богатые охотники Он купил лицензию На отстрел слона Это, в общем Такое санитарное действие За огромные деньги Убивают уже Находящегося при смерти Слона То есть старого Ну вот Значит И застрелил слона И сфотографировался Около убитого слона Там, кстати Бивни Вот эта вся красота Король Испании Отрекся от престола Через некоторое время В связи с неутихающим Скандалом В стране И резким падением Рейтинга Резким падением Рейтинга доверия И неутихающим Скандалом Презрение Презрение Хотя он ничего не сделал Он не брал Ни у кого денег Он не брал Ни у кого денег Он взял у себя деньги У себя У него довольно много Недвижимости Все эти дворцы Все это Значит он взял У себя деньги Сам купил путевку Сам купил Лицензию На отстрел У себя короли Все-таки содержатся народом В каком-то смысле В известном смысле Да Хорошо Не важно Значит На самом деле Он взял средства Которые так и так Должен был потратить на себя Ну да Купил лицензию Все сделал легально Все открыто Сфотографировался открыто Это действительно Вид досуга Но испанцы Сочли Что это неприлично Тратить столь большие деньги Неприлично Вот что сочли испанцы Король Отрекся От престола В пользу Князя Астурийского А нам не хватает Аскетов Принца Принца Астурийского Правда? Значит нынешний Принц Астурийский В смысле Нынешний король Это бывший Принц Астурийский Как вы знаете Который был Наследником престола Летчик кстати Военный Военный Аскетов Нашей власти Нам же не хватает Такого образа Это абсолютно Вакантная Пустая Ниша Которая еще не заполнена Насколько был бы Популярен Такой человек Во власти Аскет Который декларативно Вот Тоже в каком-то смысле С гордыней Но представляет Собственно Собственно Абсолютно Непринадлежность Никаким Ни владения Ничем И Ни вот это вот Негуляние Которое периодически Выплескивает Юрий Николаевич Мне кажется Юрий Николаевич Очень важно Как-то развернет Нашу беседу Юрий Николаевич Здравствуйте Вы от народа Пожалуйста Что же народ Ну Высоцкий Ты был зрелым человеком Когда свою песню писал А в вечеринке Участвовала Молодежь Как я подозреваю А здесь должна Работать Моя теория Которая гласит Что до 50 лет Человек не должен Иметь денег Водительское удостоверение Право на ношение И хранение оружия И употреблять алкоголь Понятно Спасибо Семь-то Появился Ютуб Процент Появился Ютуб Что появился Ютуб А Появился Ютуб И это Отличает Нас От 17 Какого-нибудь 18 века Говорит Алексей Спасибо Алексей Да Наверное Появился Интернет И это И это И это Что такое Интернет Я Напомню вам Теда Тернера Который В начале 90-х Восклицал Постоянно Global Village Global Village В связи с CNN Он говорил Я строю Я строю Глобальную деревню В 93-м Я помню Он восклицал Это в 92-м Тед Тернер Хозяин И основатель CNN Значит Глобальная деревня И вот что такое Интернет Это глобальная деревня Наконец Без CNN Не с CNN А гораздо более Глобальная деревня Это деревня В которой мы переживаем Все вместе Все вместе Мы Для нас нет чужих тем Чужих областей Чужих людей Все вместе У всей глобальной деревни Все вместе И это хорошо Это хорошо Да Это хорошо 7373948 7373948 Алло Здравствуйте Слушаю вас Да Здравствуйте Алло Алло Добрый день Да здравствуйте Меня зовут Олег По поводу Футболистов Слово можно сказать Да да Вы уже говорите Я думаю Что они Вели себя Вполне адекватно Потому что Так как они играют И так как они себя ведут Они как раз Являются Вот этой гопотой Как вы правильно сказали Да Ну то есть Они адекватны Собственному месту В социуме Они пожорные люди И поэтому Как позорные люди Они ведут себя позорно Вот и все Потому что Идеал этого общества Это вот как раз По моему Вот эта гопота и есть Да То есть они адекватны Месту Позорному месту Будучи позорными людьми Полагает наш слушатель Если я правильно вас понял А вот здравствуйте Истолковал Сергей Здравствуйте Андрей Вы знаете Что мне подумалось И я думаю Сергей Ленинвич Вы меня вовсе не опровергнете А наоборот поддержите Сергей Если бы Не дай бог Не к ночи Будь помянутым Мы бы выиграли Этот чемпионат Вы меня простите Я в терминологии Просто не очень силен В футболе Да Если бы не дай бог Мы выиграли Это соревнование Или оказались бы Четвертыми Третьими Да То согласитесь Что на эту маленькую пьянку Подумаешь С двумястами бутылок шампанского Ну развлекаются ребята То есть Оценочные Вот оценочные критерии Этого поступка Зависил бы Скорее всего Вовсе не от Понятия Гопота Не гопота Нет Андрей Просто от понятия Сделали они Эту работу свою Или не сделали Давайте так Круг осуждающих Сузился бы Вы Да вы абсолютно прав Намного 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 Может быть в десятки раз Потому что Осуждали бы уже дальше эстеты Люди которые Наделены чувством Прекрасного И омерзительного Все равно бы осуждали Все равно бы осуждали Помнится Гелировский Ну в одном из своих рассказов Гелировский описывал Российского Купчину Да Когда Какая-то в них там ситуация Да Что в клину увалился пьяный Купчина Немедленно соответственно Вытер руку От свой там От свой пиджак И тут же заснул Да То есть Не было никакого там порицания О том что вот Купчина был неправ И вел себя по хамски В общественном там поезде Да То есть опять же говорю Оценочное осуждение Больше будет зависеть от того Как Грубо говоря Как была выполнена Их вот задача Загласно которой Они присутствуют В медийном пространстве Конечно Если бы Если бы они отработали Ту работу Которую мы от них ожидали То люди То число осуждающих Снизилось бы В десятки раз Я считаю Я бы все равно Я бы все равно Их презирал Но Число людей Которые бы сказали Ну ладно Пусть гуляют Заслужили Было бы велико Вы право Вы право Вы знаете Вот Мы вообще проводили Голосование Вот на радиостанции Вот кстати По поводу поступков ФСБшников Да Вот в принципе Нет Нет Я их хвалил Я их хвалил Я их хвалил Посмотрите мой видос Последний Я их хвалю Я их хвалю Так Вышел Шестая серия Притчера Проповедника Вот мне пишут Спасибо большое Сегодня же и посмотрю 9.30 новости Внимание Внимание Говорит Москва 94,8 9.30 в столице В студии с новостями Евгения Волгина Здравствуйте Генпрокуратура подтвердила Требование КСКР Прекратить дело Каменщика Об этом ТАС заявила Официальный представитель Надзорного ведомства Александр Куренной Ранее газета Коммерсант писала Что генпрокуратура Вынесла предписание Александру Бастрыкину Прекратить преследование Владельца Домодедова И двух топ-менеджеров В документе говорится Что было нарушено Федеральное законодательство При расследовании Теракта в аэропорту Фигурант обвиняется По статье Об оказании услуг Не отвечающих Требованиям безопасности По версии следствия Руководство аэропорта Изменило систему досмотра Что позволило Смертнику В январе 2011 года Пройти в здание И взорвать бомбу Отмечается Что вынесенное предписание Обязательно к исполнению 28 июля Официально заканчивается Срок расследования дела Теракте в аэропорту ФАС завела дело О сговоре на торгах Об отдыхе на Сямозере Конкурс на сумму 82 миллиона рублей Был организован Департаментом соцзащиты Москвы Столичное управление ФАС Собрало доказательства Антиконкурентного соглашения Между компаниями Парк-отель Сямозера И Карелия-Опен Об этом говорится На сайте ведомства Ранее стало известно Что госзаказ На организацию детского отдыха Был создан под одну фирму По версии Минэкономразвития Карелия-Опен Не собиралась заключать контракт Поэтому тендер достался Единственному участнику Фирме Парк-отель Сямозера Обеими руководит Один человек Елена Решетова 18 июня Группа детей С инструкторами Попала в шторм В Карелии В итоге 14 школьников погибли Президент Абхазии Поблагодарил сторонников За выдержку Во время беспорядков Во вторник Местная оппозиция Устроила акцию протеста У здания МВД И затем попыталась Взять объект штурмом Около 700 человек Требовали отставки Главы ведомства Из-за ухудшения Криминогенной ситуации Об этом пишет Интерфакс Беспорядки прекратились После того Как собравшимся Был зачитан указ президента Об отстранении Министра внутренних дел От должности На время проверки Цитирую Эти люди не думают О будущем и народе Я благодарен ребятам Которые не допустили Чтобы произошло кровопролитие Сказал глава Абхазии Рауль Хаджимба Произошедшие беспорядки Он назвал попыткой Дестабилизации ситуации в стране Глава МВД Великобритании Победила в первом туре Гонки за пост премьера Отставка действующего Главы Кабмина Дэвида Кэмерона Была объявлена По итогам референдума О Брексит Сама Тереза Мэй Агитировала за сохранение Великобритании В составе ЕС И сейчас считается Сторонницей Взвешенного ухода Из Евросоюза Об этом сообщает Би-Би-Си Голосование Тори Проходит среди членов Парламента От консервативной партии В несколько этапов По итогам первого Мэй набрала 165 Из 329 голосов Следующий тур Голосования Состоится 7 июля Окончательные результаты Станут известны 9 сентября Техасец предложил Жене и любовнице Подружиться в интернете Мужчина разместил На своей странице В Фейсбуке Пост Пишет Daily Mail Цитирую Этим двоим Лучше поладить Я много работаю И думаю Заслужил все, что хочу Зачем нужен торт Если его нельзя съесть А я хочу много тортов Написал Лони Тернер Также он разместил Калаши с фотографией Супруги и любовницы Реакции женщин Информации нет Однако его публикацию Репостнули Больше тысячи раз В завершении о валюте Доллар по Центробанку 64,27 Евро 71,63 И о погоде По данным Гесметио В Москве Сейчас 16 градусов Днем малооблачно Небольшой дождь И до плюс 21 На этом пока Вся информация Евгения Волгина Говорит Москва Говорит Москва Реклама Твоя команда Твой спорт Твой чемпионат Чемпионат.ком Ведущая спортивный интернет СМИ России Чемпионат Главное слово в спорте По данным Лайв Интернет За сентябрь 2015 Категория 18 Телефон рекламной службы 737-8747 Код 495 По будням Кроме вторника После 12 Наша команда Играет в защите Время Знать свое право В прямом эфире Вас консультирует Народный адвокат Говорит Москва Ученые сообщают Что вымирание динозавров Проходило в два этапа Гибель динозавров На земле Не была молниеносной А проходила таким образом Сначала виды Постепенно вымирали От перемены климата Но добило динозавров Падение гигантского астероида Первые 24 вида Погибли еще В районе Антарктики До астероида Ну а потом И остальные В Татарстане После гибели ребенка В трубе насосной станции Возбудили уголовное дело Там ребенок Десятилетний мальчик Из СНТ пошел купаться Рядом с набережными Челнами И оказалось Что водоем Был приспособлен Специально Чтобы воду собирать Для нужд СНТ И там были трубы И они не были зарешочены В общем Дети другие заметили Что его засасывает Позвали взрослых Но никто не смог его достать Потом уже останки На следующий день Извлекли из трубы Эксперты отметили Снижение скорости В сетях ЛТЕ В России Об этом сегодня Читайте В газете Ведомости Или на сайте Йод Ньюз Шувалов Управляющий активами Шувалов Рассказал Зачем скупает квартиры На Котельнической Теперь уже сам Но в принципе Ничего нового Он не говорит А подтверждает Все то О чем писалось ранее То есть Он в инвестиционных Целях Скупал квартиры На 14 этаже Высотки В Сталинской На Котельнической набережной И действительно Возможно Там получится Какой-то уникальный объект И может быть Они его продадут А может нет А может быть Шувалов там сам будет жить И тогда уже укажут В декларации Как новые отношения Между людьми Меняют лицо бизнеса Алексей Лазаренко Руководитель Блаблакар В России И на Украине Говорит Что сервисы Эпохи Экономики Совместного потребления Основаны на принципах Саморегулирующегося Общества Основа которого Взаимные рейтинги И отзывы Не столь важно Что на самом деле Движет прогрессом Лень или зависть Главное Что это работает Чаще всего Прогресс Влияет на вещи Которые окружают человека Ну и так далее Если прогресс Затрагивает взаимодействие Людей Друг с другом То это каждый раз Революционная веха В истории Гомо Сапиенс О том Как мы изменились Как изменилось Наше общество И почему стали возможны Такие сервисы Как AirBnB Uber Блаблакар Сегодня На РВК На сайте читайте А газета Аргументы и факты Напоминает нам Еще раз о том Что есть идея Ввести статью За тунеядство В России Ну или ввести Какое-то ограничение Для тунеядцев Хоть вроде бы Какого-то видимого Новостного повода нет Но тем не менее Может быть Нас готовят К такой информационной Повестке При этом Конечно Газета решила Посмотреть на то Как живут Тунеядцы С точки зрения государства На самом деле И оказывается Что это все В основном Очень самозанятые Фрилансеры Которые Конечно же Навряд ли Платят подоходный Налог Ну и Сегодня еще В аргументах и фактах Объясняют Почему ликвидация Самостроя В Москве Это хорошо О том Что это не малый бизнес В общем Страдает А какие-то Большие теневые короли Очередная Волна сносов Теперь грядет Электрозаводская Теплые станы Первомайская Смотрите Кому Назначены компенсации И какие Российская газета Сегодня публикует Федеральный закон Разъясняющий статус И функции Национальной гвардии Военнослужащие Нацгвардии В частности В праве Задерживать граждан Проверять документов Оцеплять участки местности Более подробно Сегодня в РГ 9.38 Это был обзор прессы Говорит Москва 94.8 Подъем Слушай, Роспотребнадзор Ты читала их или нет? Роспотребнадзор Тебя вчера надлежала изучить Да, конечно Опубликовала рекомендации Для средств массовой информации Которые касаются Освещения самоубийств Но были же Раньше подготовительные статьи Там Относительно этих статьй Ничего нового не появилось То есть кто-то Сделал что-то Да Теперь Если было самоубийство То само слово Даже следует избегать Кое-где Ну сами знаете Да? Он того Нет, того нельзя Того, потому что Это намек Ах, теперь намеками Нельзя разговаривать Вот это, кстати, новый Хотя, ну сами знаете Это тоже намек Из опыта Язык нужно Какой-то новый По мнению чиновников Следование рекомендациям Поможет минимизировать Вред, который Наносят публикации СМИ О суицидах Не приводя к отказу От освещения Проблемы самоубийств В целом Документ Размещен На сайте ведомства Я вас не буду Утруждать Вот я уже Журналистки Как бы Пересказы читаю В своих рекомендациях Роспотребнадзор В частности Советуют СМИ Избегать Помещения материалов Суициде На первой полосе Изданий Вот как мы с тобой Видишь 9.39 Сейчас говорим 9.39 А могли бы 8.39 Или 8.36 Но это была бы Первая полоса Да А теперь это у нас В серединочке Где-то упрятано Рядом с объявлениями О массаже Хорошо Начинаешь Не ставить Более одного Новостного сообщения О самоубийстве Ну например Пять человек Покончили с собой Например Там сказать там Х, У Или А, Б, В, Г, Д Пять человек Покончили Мы такие говорим Просто про А А Б, В, Г, Д Не упоминается Но похоже Что еще как-то Оно мы не знаем Похоже Что еще как-то А, А, Ха, Ха Но похоже Что оно мы не знаем Нет Но не сегодня Но не сегодня Дальше Значит Не делать подборку Статей Похожей тематике Вот это очень сложно Для Для тех сайтов Которых автоматически У меня дурацкие вопросы А если в Америке В Америке Возмущенный Американским империализмом Бесцеремонным Гадким Неумным Американским империализмом Человек Сделал публикацию То можно же давать Можно Сказать В Нью-Йорке Выбросился из окна Да Не блещет солнце Перед этим Когда труп оказался На асфальте Из него лилась На ловной 28 этажа Пена Из него лилась пена Окройные куски С чего я не понял Нет там Ботинки Шашлыка Да Из него соскочили Ботинки Штанин Текли Физиологические Какие-то Вещи Неприятные Да? Можно Мне кажется Мне кажется Может Я почти уверен Что если Или вот эти вот Японские министры Время от времени Вообще просто Японцы Порезали друг друга И себя Да не порезали Они сами себя Обычно Сами себя Закололи Зарезали Вывали кишки На поднос И с этим подносом Подошли к начальнику Вот к чему приводит Жизнь вне России Это было очень красиво Вот А в России так не бывает В России так не бывает Мне кажется Иностранцев Можно изобличать Я точно не знаю Значит смотрите Я точно не знаю Я с опасением Отношусь К тому что я сказал Нужно получить Разъяснение Роспотребнадзора Согласитесь Потому что мы Не будем писать О самоубийствах Вообще На всякий случай Да? Мы же не хотим Чтобы нас закрыли Или как? Значит дальше Мы не должны Делать подборку Размещать публикации О самоубийствах Советуют в разделе Происшествия Происшествия А раньше где? Ну как сказать А нет Я не знаю На него наехала лошадь На Остапа Бендера Лошади Пострадавший Оделся легким испугом Например мы пишем Человек совершил самоубийство Пострадавший Оделся легким испугом И все А? Непосредственно Передактом смерти Журналистам рекомендуется Описывать любой случай Самоубийства Как можно лаконичнее Коротко Коротко Лаконичнее Лаконичнее Лаконика Продолжение из двух-трех слов Должен быть язык Лаконический Вы читали? Знаешь как я бы Описал самоубийство Как? Ну например Икс Я бы сделал Лаконичнее Я сейчас предлагаю Лаконику Икс был В советское время же И все Помните? Нет Вы лучше меня знаете Это Вот я Там были формулы В спарте Я получил бы В старой Значит я бы Получил какой-то приз За лаконизм Мне кажется Помните? Вы же должны знать В советское время Были клише Например Если Умер после болезни Чего я должен знать? Откуда я должен знать? Ты что меня стариком представляешь Здесь Через слушателя? Чего ты стариком? Еще не знаю про Советский Союз Я еще не родился Ну может быть Тогда вы слышали От Сторожилов О том что Там значит Безвременно Ушел из жизни Безвременно Это значит Что-то одно означало Там были какие-то клише Да Или оставил Нет Оставил Спокойно Он был в результате болезни Да Или Именно когда самоубийство Если кто-то Из известных людей То там была какая-то Вот формула Вроде того что Безвременно покинул этот свет Или как-то так Вы такого не слышали? Не помните? Мне родители в детстве рассказывали Серьезно? Да Они меня учили распознавать В новостях Каким видом смерти Помер какой-то Какой-нибудь функционер Не знаю Может быть Наши слушатели помнят В общем Мне кажется Стоит перейти Были Ганеш какие-то Были специальные формулы А можно еще говорить Ну как поплавали? Соглашусь Как поплавали? Нет да Как поплавали? Несчастные случаи Как поплавали? Это тогда несчастные случаи Да А нет А это Нет Какие-то были формулы Да Спокойно спи Наш незабвенный Замкнулся круг Мой милый друг Все в этом мире Брен Какой вы жестокий Серьезно Что вы? Жестокий Может быть Что-то нас слушает Сейчас он думает О том Чтобы Генделев написал Генделев написал Шварцеру Генделев Поэт из Иерусалима Он петербургской школы Значит Написал Шварцеру Надпись на камне Эпитафию Такую Как же там Иди прохожий На хрена Такие нам Шварцера Ну там другое слово было Ну не важно Ступай прохожий На хрена Нужны такие Шварцера Про Шварцера Аркадий Михайлович Который здесь приходил Нам в студию Знаешь Вот Очень смешно Хорошо Нет Кому смешно Шварцеру смешно А? Безвременная кончина Это может еще так Безвременная Хорошо Подождите Секундочку Давай Дальше В своих рекомендациях Ну подожди Избегать помещения Дальше Журналистам рекомендуется Как можно лаконичнее Значит я же сказал Икс был Это самое лаконичное Был И все Ограничивая информацию Происшествия Общими данными Общие данные Это какие? Размер обуви Размер обуви Размер обуви Икс был Размер обуви 44 Все Это вот общий Ботинок Избегая подробностей О личности самоубийца Да? Личности у нее не было У девочки нет имени Правильно? Да девочка как девочка была Да Обычная совершенно Хорошо У девочки нет имени Девочка No name girl Так Их жизни И других деталей Как они жили Нельзя говорить Что они получали пятерки Сплошь были хорошими людьми Или не получали лекарства Коллектив скорбит Ничего такого нельзя говорить Не скорбит коллектив Всем нас Наплевать Простите Я не ругаюсь Всем наплевать Надо говорить Коллектив не скорбит Всем наплевать Всех интересует Размер обуви 44 Все больше ничего Других деталей Которые могут способствовать Идентификации читателей с ними А Чтобы читатель Не мог себя Не мог себя идентифицировать С подобными людьми Да Потому что подобные люди Отребья человечества надо просто говорить сразу. Отребья, читатель, надо говорить, читатель, ты человек достойный, ты никогда подобного не совершишь. А это отребья, маргиналы, позорные, какие-то стыдные негодяи. И все. Правильно? Надо их ругать. Мне кажется, нет? Да. Также рекомендуется не публиковать фотографии жертвы мест преступления. Использовать в заголовках слово «суицид», «самоубийство». А, не использовать «суицид» и «самоубийство». А что надо говорить? Безвременная кончина. Безвременно. А крыша, можно говорить? Безвременно шагнул с крыши. Безвременно. Это ступился. Наш современник оступился. Будучи человеком глубоко аморальным и не похожим на вас, дорогой читатель. Современник оступился. Какой подонок. Да, дальше. Вместо этих выражений в текстах рекомендуется применять оборот умершей вследствие самоубийства. А! Умершей вследствие самоубийства. О! Самоубийство само по себе, а он сам по себе. Дальше. Успешно завершил акт. Нельзя говорить. Надо бы говорить, не удалось завершить. Надо. Смерть в результате самоубийства. Попытка самоубийства, не закончившаяся смертью. Считает Роспатролио. Суицид советует... Неуспешная попытка. Да. Ведь на самом деле... Нельзя описывать суицид как реакцию закономерную на ухудшение условий жизни общества. Нельзя описывать так. Журналистам следует избегать сенсационности и излишней эмоциональности. Я говорил, всем плевать надо писать. Всем плевать. Наоборот, надо высмеивать. Они ничего не понимают. Потому что люди, которые... Мать, мать, мать. Твое дело исполнять. Твое дело исполнять. Ты не должна... Мы с тобой говорили. Мы с тобой уже говорили о том, что нужно высмеивать. Но Роспотребнадзор считает иначе. Поэтому твое дело, дорогая, именно конкретно следовать указаниям. Пожалуйста, я тебе очень прохожу. Ты должна быть законопослушной наконец хоть раз. Я и есть. Значит, ты должна сначала предварять статью. Например, если ты пишешь статью о самоубийстве, значит, всем плевать, но X был. Да. X был. Все, и больше ничего. Значит, что? У него был рак, у него не было лекарств, никто не мог ему их достать, но всем плевать. Но всем плевать. Аплодисменты. Настю ведут в тюрьму. Настю ведут в тюрьму. Настю ведут в тюрьму. Передать тебе кусочек сала в тюрьму, нет? Значит, Настя, ты дала сейчас обстоятельства жизни. Настена, обстоятельства жизни нельзя давать. Я сказала, что всем плевать. Нельзя обстоятельства жизни никакие. Покойный по-настоящему и не жил. По-настоящему он не жил. А я не пожил. Можно ли? Нечего. Нечего сожили. Покойный пожил. И даже зажился. Зажился. Все, уже пора. Пора на осаночки. Нет, нельзя так. Нельзя. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Дальше. Суицид за это не обязан. Дальше. Нельзя представлять суицид как мужественный героический и романтический поступок. Отметили в ведомстве. Мы всегда с Настей представляли как трусливый, паскудный поступок. Постыдный, паскудный, трусливый поступок. Мы всегда читали. Я бы сказала идиотский просто. Идиотский. Идиотский абсолютно. Да. Нельзя приводить примеры самоубийства известных людей и избегать сообщения о поиске виновных в случившемся. Чего нельзя? Известных людей. Известные люди никогда не окончили жизнь самоубийством. Никогда. Известные люди. Ухо себе отрезали. Делали, что хочешь. Понимаешь? Да. Но никогда не окончили жизнь самоубийством. Известные люди. Были большие жизнелюбые эти известные люди. Они были полны витальности И они трескались у них в хари От того, что они жили счастливую Свою жизнь Но поступок-то идиотский Но они никогда этого не делали Великие люди не были идиотами И не говорить, что искали виновных потом Потому что это способ Типа наказания виновных Для идиотов Никто не виновен Виновным дали медаль Вот как надо говорить Чтобы действительно Ведомство предложило публиковать Историю о том, как людям удалось справиться С трудностями жизни и избежать самоубийства Этого не надо делать, ведомство Дайте поспорить, но не надо Это как излечение от рака Вообще не надо об этом говорить Кто избежал, тот молодец У нас 145 миллионов избежали самоубийства 145 миллионов избежали Про каждого рассказывать я не понимаю Мы избежали При этом СМИ рекомендуется информировать читателей О местных ресурсах психологической помощи В том числе телефонах доверия Всем плевать, но Икс Умер в результате самоубийства Не дозвонившись нельзя Будучи идиотом Не позвонившим на телефон доверия Далее следуют номера Дальше Подобные руководства для специалистов СМИ Но мы-то не специалисты СМИ Ты кто по образованию? Ой, дипломант и конкурсант Ну скажи Ну, специалист, международник Она международник, Настя Начнем надо гнать из СМИ Вот мне кажется, первое Роспотребнадзор Когда-нибудь ограничите приход в СМИ Всевозможных Левых, жуликов, проходимцев И так далее, как Аношко и Даренко Понимаете, в чем дело? Значит, Настя, дипломат Специалист, международник МГИМО Кто ее пустил в СМИ? Можно дать приказ охране Гнать тебя поганой метлой? Настя Какой позор, что тебя пускают Я не знаю Надо список дать туда И изъять у тебя удостоверение Это первое Я Диплом Три лингвистических диплома Преподаватель русского, как иностранного Переводчик с испанского языка Переводчик с португальского языка Таким образом, у меня три диплома О высшем образовании Понятно? Да Специалист у меня По пять лет По шесть лет Шесть я учился, на самом деле шесть Но неважно Он три диплома Слышь? Гнать в шею Специалисты СМИ Должны быть настоящие Специальные Отструганные С головой квадратной Которая поступает Напрямую из Роспотребнадзора Роспотребнадзор должен Специально делать людей С квадратной головой Которые будут работать в СМИ Тех сторон Гнать в шею Так, секундочку Значит, но мы никогда не рассказываем Никаких самоубийствах Секундочку Содержащие запрещено в черный список Надо внести в черный список А за что? Мы ничего не говорили Слышишь? Нет, ничего не говорили Какой-то черный список будет Мы ничего не сказали Мы ничего ни разу не сказали Ведомство должна Да, нет Уже внесли в черный список Господи, ты уже там, Настя Ну нет А почему? Еще нет? Нет Я вообще не думаю о них Как это Как-то не прискорбно Да На самом деле я тоже То есть я настолько мало думаю о самоубийцах Но Значит Я считаю, что их Ну они просто Слово идиот самое подходящее Я считаю, что самоубийцы идиоты А также люди с мыслями о самоубийцах идиоты А также люди Говорящие на эту тему тоже идиоты Смакующие эту тему В общем идиоты Это специальная разновидность людей Которые идиоты Но у нас есть статистичка Что с ним? По детским самоубийцам Которых очень много В мире Один из самых Один из самых высоких показателей Что нам с ней делать? В России А если бы мы были властями Что бы мы с вами делали? Запретить об этом говорить Мы запрещаем СМИ об этом говорить Запретить об этом И смотрим Ставим эксперимент И смотрим Что будет со статистикой Правильно? А вот это интересно Вот это интересно То есть надо посчитать Что будет со статистикой Например, она не изменится Или изменится больше? Тогда наоборот Начать говорить Побольше говорить Надо думать Здравствуйте Доброе утро Человеком Все преподаватели Журналистики В России Неудачники Лузеры Абсолютно бездарные люди Понимаете? Которые Поэтому-то они преподают Поэтому-то они и преподают Да Поэтому-то они и преподают Никто бы их не пустил преподавать Если бы они хоть что-нибудь Знали про журналистику Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте Сергей Николай, Москва Николай Да, слушайте, ну хорошо Если мы не будем о них говорить Перейдем от каламбура К документу У нас есть документ Это Роспотребнадзор Ну да Если не говорить И проверить Подействует это или нет Вот может быть Правда подействует Это благая какая-то инициатива Надо просто проверить А я не думаю Что это подействует В связи с тем Что человек, мне кажется Приходит к этому действию Сознательно И очень долго обдумывая Либо наоборот Это происходит моментально Ну как СМИ может Он выплескивает это Позвоните, пожалуйста Психологи Психологи и Кто еще? И психологи Психологи и психологи Пожалуйста Ну я не смею Я не смею Дождаться психиатра Может быть психиатр позвонит Позвоните, пожалуйста И скажите мне Насколько СМИ влияют На подобные вещи Вот полковник Звонит, он следователь Товарищ следователь Здравствуйте Здравствуйте Сергей, ну во-первых Не говорить о проблеме Это значит Что это не значит что эта проблема уменьшится, согласитесь, да? Не обязательно, мне кажется, что некоторые проблемы могут уменьшиться. Ну, Сергей, ну смотрите, да, когда у нас, условно говоря, существуют некие, скажем так, предпосылки для того, чтобы люди начинали маяться, ну, допустим, там уровень жизни падает, перспективы не видят. Мне кажется, что Роспотребнадзор о чем думает? Что мы занимаемся некой самовозгонкой. Если постоянно о чем-то говорить, понимаете, есть какое-то слово. Вот вы, например, боитесь мышей, ну, предположим. Значит, я постоянно буду говорить мыши, мыши, мыши. Вы в конечном итоге, входя в любое помещение, начнете озираться, припадать как-то на ногу, смешно и так далее, понимаете? Сергей, если вы, простите, Роспотребнадзор или какой-то государственный орган, может быть, лучше вы мне пару-тройку мышеловок поставите и так далее. То есть создадите мне условия, чтобы этих мышей меньше. Ну, хорошо, но я думаю... Роспотребнадзор, простите, да? Роспотребнадзор, как и все наши государственные органы, в том числе и Думальник ночью будет помянута, они занимаются тем, что плодят огромное количество всяких инструкций. Запретов, нет-нет, запретов конкретно, запретов. Да, да-да-да, именно, запреты, правила поведения, в основном запреты, конечно. В основном запреты. Как сейчас, вот, не говорить о... Ну, простите, если мы не будем говорить о... Или как вот сейчас там собираются восстановить статью 190-ю прим, да, которая была при Советском Союзе. Распространение клеветнических измышлений. Ну, например. Ну, то есть, не будем говорить о... Ну, лучше-то от этого не встанет, если мы не будем говорить о... Лучше вообще не говорить. Ну, да, тогда, извините, пожалуйста, чем мы будем отличаться от... Холодильника, ничем, ничем. Слушайте, ну, мне кажется, все-таки благие мысли Роспотребнадзора заключаются в том, что они не хотят искусственной возгонки темы. Искусственной возгонки. Вот они боятся этого. Ну, это то, что у меня было юного вертора. Значит, ну, и все-все. Они не хотят этого. Вот более-менее понятно. И Настяна инициатива, мне кажется, в высшей степени разумной. Настя предложила следующее. Попробовать год, например, не говорить, вообще не говорить, ни об одном самоубийце. Пожалуйста, пусть они гроздьями падают, там, нельзя пройти по тротуару, мы переступаем через них постоянно, переступаем, чертыхаясь, нельзя проехать на коляске детской, нельзя проехать на инвалидной коляске. Не, надо молча так переменять. То есть, невозможно припарковаться, всюду лежат эти клиенты. Значит, хорошо, а мы ни слова не говорим. Год. И потом сравниваем статистику. Вот это очень здравая мысль. Сравниваем статистику. Говорим, так, вот мы помолчали, и стало что? Ага, подействовало. И мы такие, оу, это прекрасно. И мы продолжаем этот опыт. Или, например, не подействовало. То есть, статистика не подчиняется. То есть, надо как-то вот изучить, правильно ли мы молчим. В правильном ли направлении мы молчим. Мы молчим. В движении. С пяти до семи по циферблату на внутреннем КАДе внизу раз. Потом, значит, выезд. Это откуда у меня? Из лесного городка. Из Одинцова. Вот здесь Минка, где съезжается с Одинцовым. Совсем плохо. И почти до Амкада. До Немчиновки точно. Проблемы. Дальше. Перед Волоколамкой, как всегда, на внешнем КАДе. Проблемы. Стоит от первого до второго Шереметьево. Ленинградка потом начинает ехать. Перед Осташкой тоже на внешнем КАДе проблема. Теперь переходим внутрь. Внутрь. Третье транспортное кольцо едет на востоке. Больше нигде не едет. Восток третьего транспортного кольца. Более-менее чего это такое. На Садовом кольце плохо. Ну, там из-за ремонтов плохо. На Бульварном кольце, если позволите, отвратительно. А если позволите, кольцо площадей, знаете, кольцо площадей, театральное, значит, Боровицкая площадь, Лубянка, вот это вот кольцо площадей. Омерзительно. Очень хорошо. И Якиманка стоит, как ей положено, как вы знаете там, что стоим, пишет человек. Движемся от прекрасного к еще более прекрасному. Там реконструкция, поэтому все стоят новости. Внимание, внимание, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Десять часов столицы в студии с новостями Евгения Волгина. Здравствуйте. Посольство России не комментирует сообщение об аресте в Турции 11 граждан России. Выходцы из Дагестана обвиняются в причастности к теракту в аэропорту Стамбула. В российском посольстве в Анкаре корреспонденту радиостанции «Говорит Москва» отказались комментировать эту информацию. Всего по делу о теракте задержаны 30 человек, в том числе уроженцы Киргизии и Таджикистана. Накануне президент Турции Раджеп Тайпардаган заявил, что нападение организовала террористическая организация «Исламское государство». Она запрещена во многих странах, в том числе и в России. Трое смертников атаковали аэропорт Ататюрка 28 июня. В результате погибли более 40 человек. Ранее источники говорили, что российские спецслужбы не получали подтверждения причастности граждан нашей страны к этому теракту. При беспорядках в Сухуми пострадали 17 человек. 9 из них госпитализированы. Об этом сообщил ТАСС президент Абхазии Рауль Хаджимба. События в столице он назвал вероломством. «Здание МВД республики стали штурмовать, когда проходила наша встреча с представителями оппозиции», — сказал глава республики. Во вторник местная оппозиция устроила акцию протеста у здания Министерства внутренних дел и затем попыталась взять объект штурмом. Около 700 человек требовали отставки министра из-за ухудшения криминогенной ситуации. Кроме того, они выступили за перенос референдума о досрочных президентских выборах с 10 июля на осень. Беспорядки прекратились после того, как собравшимся был зачитан указ президента об отстранении министра внутренних дел от должности на время прокурорской проверки. Управляющий активами Шувалова назвал покупку жилья в Сталинской высотке инвестициями. Сергей Котляренко в интервью РНС пояснил, что приобретение оформлял на свое имя в интересах доверенного лица. На вопрос о том, должен ли объект быть отражен в декларации первого вице-премьера, управляющий ответил, цитирую, только если он его купит или начнет пользоваться. При этом юрист подчеркнул, что квартира может перейти в собственность семьи Шуваловых, если, цитата, «все успешно доделаем, присоединим и получим согласие жильцов». По словам Котляренко, цитирую снова, в случае объединения квартир объект будет продаваться с существенной премией. Это инвестиция. Таким образом, управляющий активами вице-премьера Игоря Шувалова подтвердил появившуюся в СМИ информацию о приобретении нескольких квартир в высотке на Котельнической набережной. РБК со ссылкой на выписки ЕГРП сообщает, что Котляренко владеет 11 квартирами в этом доме, и все они расположены на одном этаже. Барак Обама призвал американцев избрать президентом Хиллари Клинтон. Действующий глава государства официально выразил поддержку кандидату от Демократической партии. «Я верю в Хиллари Клинтон. Я хочу, чтобы вы избрали ее следующим президентом Соединенных Штатов», – сказал он, выступая перед сторонниками бывшего госсекретаря на митинге в Северной Каролине. Этот штат входит в число так называемых «колеблющихся» регионов, которых позиции демократов и республиканцев примерно равны. В общенациональном масштабе Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа примерно на 10%. Футболист Павел Мамаев удалился из Инстаграма после скандала из-за шампанского. Его товарищ по сборной Александр Кокорин ограничил доступ к своей странице. 5 июля сообщалось, что спортсмены отдыхали в известном и дорогом ночном клубе в Монте-Карло. По информации СМИ, во время вечеринки футболисты купили 500 бутылок шампанского на сумму в 250 тысяч евро. Однако Мамаев и Кокорин свое участие в покупке отрицали. Но из-за широкого общественного резонанса их перевели в молодежные составы Краснодара и Зенита и наложили штраф. В завершении о валюте доллар по Центробанку 64,27, евро 71,63. И о погоде. По данным Гесметио в Москве сейчас 16 градусов, в течение дня в столице малооблачно, небольшой дождь и до плюс 21. Сейчас сообщение с пометкой «Срочно» с ленты РИА. Капитан сборной России по футболу Широков в интервью «Арспорт» заявил о намерении завершить игровую карьеру, если не получит достойных предложений. И еще одно сообщение. Испытания систем боевых роботов пройдут в России в течение года. Об этом сообщил глава фонда перспективных исследований. Подробности слушайте в следующих выпусках. Евгения Волгина. Говорит Москва. Внимание! Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Реклама. Сохранение традиций отечественного образования. Поиск инновационных технологий обучения. Поддержка молодых и талантливых. Создание творческих инициатив и бизнес-проектов. Определим приоритеты правильно. Развитие российской образовательной системы – важное направление государственной политики. Сохраним лучшее вместе. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирают деньги на спасение годовалой Вики Ширяевой. У младенца врожденный порог развития кишечника. Спасет девочку внутривенное питание. Цена 1 миллион 419 тысяч 204 рубля. Вы можете помочь Вике Ширяевой, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна Ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграешь. Пое, поиграешь. Ранья дров, Сережа. Все вебрины на рожок. 10 часов 7 минут. Среда, 6 июля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-радио Говорит Москва. Говорит Москва. Анастасия Аножко, ведущая Для программы Здравствуйте, Настя Да, слушай, Настя У меня есть несколько зарисовок о русской жизни Например, все доллар Доллар одна из главных доминантов русской жизни А он укрепляется, я так могу предположить, да? Должен бы Мы ждем от него этого Ну, сейчас мы смотрим 64.56, ты видишь Мы вчера видели его на 64.18 с тобой В это время, как ты помнишь А, значит, позавчера мы его видели На 63.85-88 Значит, сейчас 64.50 Ну да, доллар укрепляется Ну так, не очень сильно 48.03 проседает нефтюшка Нефтюшка 48.03 И 1.10.59, вот это важно Отошел от 1.11.30 Где-то, так сказать, мы увидели вчера его На 1.10.59 Доллар укрепляется к евро Ну что, он укрепляется к рублю На самом деле, никого не интересует Как ты понимаешь? Ну, а ведь евро, доллар Идут на паритет Это было объявлено давно Так что ты тут удивляешь? Однажды они сравняются Это было объявлено настолько давно Что это уже не интересно и не актуально Это настолько было давно Нет, надо мыслить по-китайски Оно было сказано, и оно произойдет Только не сейчас, а через 5 лет Рано или поздно произойдет все Сейчас пока фунт Чуть ли не на 1.30 Я до паритета, конечно, далеко Фунт падает Ослаб, бедняжка А сколько к рублю? Я помню, было удобно Один фунт 100 рублей Я плакала горючими слезами Получилось, что миллион рублей Это всего 10 тысяч фунтов 10 тысяч? Всего лишь на все Да Наш огромный миллион Ну хорошо, ну хорошо Не переживай, пожалуйста, так сильно Не надо себя корить Ты не виновата, Настя Поверься работают другие люди Не кори себя Нет Радуйся, радуйся, радуйся Слушай, мне говорят Какие-то истории из жизни Присылают вот сейчас люди Из Владивостока, например Коммерсант Ну смотри В минувшее воскресенье Сейчас же не воскресенье никакое А уже среда Да В минувшее воскресенье На притоке Амура Оттуда долго идут новости Потому что В еврейской автономной области Это очень красивые, живописные места Еврейская автономная область В красивейшей тайгой А евреи там ничего не сделали? Нет, евреи, евреи, евреи Там, так сказать, вообще ничего не сделали Нет Там 10 евреев Их постоянно ставят главными Вот, чтобы как-то сказать Ну это нелепость, да Ну неважно Но это очень красиво и прекрасно Там природа шикарная Там тигры бродят Минувшее воскресенье На притоке Амура В еврейской автономной области Произошел конфликт Между местным торговцем Который собирался порыбачить Он приехал порыбачить И группой отдыхавших на пляже Семей сотрудников полиции То есть были полицейские с семьями А это же противоречие Купание рыбалки Он заподозрил, что они украли его лодку Предприниматель И расстрелял их из гладкоствольного Пятизарядного охотничьего ружья Один из полицейских в тяжелом состоянии Другой в средней тяжести Их знакомый убит То есть было трое мужчин Один из них убит Один в тяжелом Один в средней тяжести Вот, пожалуйста Тунгуска Левый приток Левый, конечно, правый Левый приток Кого? Лодку нашли Лодку Вот семья должна унаследовать лодку Потому что он сам застрелился В последствии Он застрелился? Да, он стрелял в трех мужчин Потом сам себя застрелил От горя и ощущения безвыходности Раз лодки нет Можем ли мы об этом рассказывать? Нет, нельзя Но это не было самоубийство Он пристрелился Это было логическое Завершение всей этой сцены Конечно Там отдыхали три семьи Вот, послушай Попытайся визуализировать это Визуализируй Я уже Задействуй затылочные доли мозга Ладно Там отдыхали три семьи Представь себе Три семьи В женщины и детей Пули не попали Ну, они, понимаете Потому что он не наставлял на них ружье И пули не дуры Они не попали Погиб 26-летний мужчина Приятель сотрудников полиции Который вдобавок не был сотрудником полиции Сами сотрудники полиции Получили тяжелые ранения Стрелку предложили сдаться Прибыли Нет, прибыли другие сотрудники полиции Опять Уже новые Уже новые Нет, он уже не знал, что это Они предложили стрелку сдаться И он покончил жизнь самоубийством А, вот Завершил жизнь Нет, он завершил жизнь В результате самоубийства Как нам предлагается сказать Оружие было пятизарядное Гладкоствольное Ну, вот это жизнь Пострадавших доставили в Хабаровск Почему-то из еврейской автономной области Везли в Хабаровск У них медицина там Они сами виноваты Они не выстроили там такую систему Не выстроили Да, в Израиле Ну и хорошо Ну и хорошо Значит, вот я тебе рассказываю Просто некую жизнь Судьба лодки неизвестна Да Он стрелял из-за лодки Но журналисты Обратите внимание На журналистов На пишущих об этом журналистов Так и не выяснили судьбу лодки Вот если бы об этом писала Настя А это журлыбы Да А улов куда был, дед? Да Улов, он же что-то успел поймать Может быть, плов украден Может быть, там речь идет о том Что выписавшиеся из больницы Полицейские подпадут под суд За украденную рыбу Сколько-то чебаков было украдено Сколько-то толстолобиков Это все серьезно Ну хорошо, ну правда Значит, я просто Ну это вот наша жизнь Просто пойми ты Дальше В Саратове Просто хочется жизнь Жизнь, это жизнь В Саратове Местные журналисты Узнали о тяжелейшей ситуации В которую попала ветеран труда Лариса Маркова И ее 87-летняя мать Лариса Маркова В возраст не сообщается Может, ей 20 Но матери 87 Мы предполагаем, что Лариса Маркова Около 60 Они живут в двухэтажном доме Лестница, наконец, рухнула Все, полностью Она вышла Сначала лестница вышла Из пазов каких-то Но они по ней продолжали ходить Они продолжали ходить Ну как же, дорогая моя За молочком За яичками За хлебушком За хлебушком Как плохо дома без мужика Да Да? Да Значит, а мужик мог бы На веревочной лестнице Туда-сюда Сноваться Нет, а мужик бы лежал Говорил, что делать это завтра Да, я знаю Значит, в двухэтажном доме Сначала лестница вышла Из пазов Там пазы какие-то Она была встанет Затем Внутренний Вот этот главный столб Кирпичный Рухнул И лестница Вместе с ней Рухнула совсем Они сейчас выходят На втором этаже У них же Лестничная площадка Сохранилась Да Они выходят На лестничную площадку Не могут спрыгнуть И нет На веревочке Скидывают ведерочка С деньгами Каким-то добрым людям Добрые люди берут деньги Бегут за хлебушком И им на веревочке Значит, опять Передают хлебушек Автографии есть? Конечно Смотри Лариса Ей кричат Лариса Лариса Она выходит Говорит Да, чего? Купили хлебушка Передают хлебушка На веревочке В ведерочке Так они не будут жить Слушай меня Саратов Конечно Потому что было собрание жильцов Им было сказано Что лестницу они должны строить сами Они говорят Да, но это не приватизированное жилье Это не приватизированное жилье Это муниципальное жилье Им говорят Ну а кто вы думаете Догадайтесь с трех раз Кому нужна лестница Спрашивает их ЖЭК Это еще в ту бытность Когда лестница была Или они разговоры ведут Прямо Уже неделю или две Без лестницы вообще А до этого Несколько месяцев Ходили по лестнице И зачем вам выходить Знаете, тяжелые люди Часто Сами затворничеством занимаются Потому что они боятся Это правда Простите еще чего-то Значит смотри А их собрали Жильцов Но этих не собрали Эти потому что Не могли прийти Ну они из окна Наверное Им говорят Вы догадайтесь с трех раз Кому нужна лестница Жильцы говорят Нам ЖЭК говорит И Теперь сделайте вывод Кто будет восстанавливать лестницу Жильцы говорят Мы не знаем То есть Тупят Нахально Против советской власти Нахально идут Против власти Ты понимаешь Нет Да Вот это вот Вот это вот Надо подавить Значит маме стало плохо Найдутся волонтеры Которые построят им горку Какую-то Или лестницу Там обходятся Вот смотри 27 марта Стало плохо Маме Маме Которой 87 лет Она гипертоник Надо было вызвать скорую Приехала скорая Говорит Мы не можем Как-то Добраться Добраться Значит призвали МЧС МЧС Потому что А где ее Что же ее Бросить под подъездом Что ли Как собачку Нехорошо У нее же квартира есть В квартиру Укололи Гипертония Все туда-сюда Сбили давление Посоветовали Свежий воздух Побольше гулять И так далее И назад запихали В окно Но скажи Что это прелестно Настя Скажи что Вот это прелестно По-настоящему И это по-настоящему И есть наша жизнь Во Внукове Задержали пассажира Утверждавшего Что У него Взрывное устройство В самолете Ты слышал? Он уже сидит там В салоне Я так поняла Проходивший Стюардессе Сказал что у него бомба Да и кстати у меня бомба Да и кстати у меня бомба А он летел Во первый раз В жизни на самолете На победе он летел В Анапу В Анапу Чудесное место С женой Что за отдых Для тебя окружают Сотни армянских Нелегальных таксистов Он сдал что отдыха не будет Все равно никакого С ребенком Прекрасная Анапа Я помню Анапу Вы были в ней когда-то? Я был в Анапе Я посмотрела Было Google Street View А Анапу Ты хочешь чтобы я Чтобы я сказал Когда я был 20 марта 2014 года В пятницу Я был в Анапе В 1900? 2014 года Совсем недавно 2014 года И что же там 20 марта В пятницу Один день Я был в Анапе Ну я был в Анапе Один час Я вышел Меня подхватил Рафик Джан какой-то И повез на переправу Я ехал в Керчь Через Анапу Ты делаешь задумчивое лицо Не старайся понять некоторых вещей А я по Google Street View там буквально позавчера путешествовала Пропускай их через запятую Час ехать до переправы Потом переправа И ты в Керчи Понятно? Да Для чего нам нужна Анапа? Для того чтобы попасть в Керчь Ну слушай Значит он летел в Анапу Может быть в Керчь кстати говоря Может был наш человек На победе И он уже когда сидел Уже был доволен Уже все Уже все пассажиры были на борту Он сообщил Бортпроводнице Что у него есть ржака У него А? Сейчас будет Сейчас будет ржака У меня бомба После этого выбили всех Опять людей Стали все проверять Скажи что мы особенные Скажи что мы особенные Я думаю что это общечеловеческие Общечеловеческие Люди склонны Но есть идиот Как такие балагуры Которые везде любят пошутить Я знаю таких людей Несколько я встречала Они взрослые мужчины Кажется что смешно На самом деле Все вокруг стоят А если разобраться То ведь смешно Слушай Значит Есть довольно большая Публикация Наташи Абель Которая с огромным Чувством достоинства Рассказывает о том Как отменяли Фестиваль Outline 2016 И о том как она работала Ребят Вы пожалуйста посмотрите Значит это Что это Афиша Афиша Дейли Да Афиша Дейли Значит меня поразило В этом ее интервью То что она Во первых Ни с кем никогда Не будет судиться Вообще никого не осуждает Вообще Вообще это Наташа Абель Она настроена Подвижнически Знаешь Молчаливо Подвижнически Она говорит Мы истратили Примерно 100 миллионов рублей Денег нигде не занимали Это наши деньги 100 миллионов Ну так сказать Вся компания Да собрала 100 миллионов наши Мы их истратили Мы вот сейчас будем думать Что делать и как жить Ну потому что очень тяжело Так сказать Все это вернуть Вот Но Во-первых Никого не осуждаем Во-вторых Никакой политики Никакого отношения не имеет Хотя она точно понимает Что имеет Просто не хочет это обсуждать Она не хочет Ввязываться в этот разговор Она не хочет Это обсуждать Она запрещает Говорить о политике Значит Она говорит Что сейчас Она займется Подготовкой Аутлайн 2017 На следующий год И что Ее здесь пребывание Вообще на земле Насколько я понимаю И дает понять В любом случае Такая вот Подвижническая миссия Она просто будет продолжать Толочь Воду в ступе Понимаешь Ну да Ну сейчас подождет Немножко Отойдет Потому что сейчас Опустошение Все эти организаторы И она в частности Чувствует Но я потрясен Интервью Этой женщины Посмотрите пожалуйста Афишу Дейли Вы ждали истерику Какую-то Я ждал осуждения Я ждал что она как Как мадам Альбац Или как Вот эти Начнут Изобличать Кровавый режим Обязательно Путина приплетут И так далее Наташа Абель Гениальная Абсолютно В интервью Судиться ни с кем не будем К политике Никакого отношения Не имеет Досадное недоразумение Мы потеряли 100 миллионов рублей Сейчас займемся подготовкой Нового фестиваля Какого фестиваля Outline 2017 Дальше Когда ее спрашивают Ну вы там неправильно Подали бумаги Она говорит Это неверно Мы подали бумаги За полтора месяца Все подали заранее Все сделали заранее Аккуратно Красиво За несколько часов До фестиваля Им запретили Никакого ничего Не ищите Ни врагов У нас нет Никого нет Потрясающее чувство Достоинства Потрясающая женщина Мне очень Мне 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 очень Нравится Да Она говорит Что Когда начиналось Все это Значит Тут же Подъехал ОМОН То есть Там все было организовано Все очень правильно Какая-то женщина С мегафоном Кричала Мы с ними не справимся Мы с ними не справимся Имелись ввиду Слушатели Ну вот Зрители этого фестиваля Понимаешь Ну вот И Не знаю Почитайте Похоже Что организаторы Сами облажались Почитайте Не имеет значения Кто виноват Не имеет значения Как в чем причина Очень взрослая Да Она очень взрослая Абсолютно взрослая Вот ощущение Ощущение Что вот эти Чиновники Политики Так сказать Правоохранители Которые Запретили И Она могла бы кричать Что у меня украли 100 миллионов рублей Эти подонки Которые просто Облажались Там Значит Из-за чьей-то бумажки Из-за чьей-то бумажки Испугались Негодяи Трусливые Она спокойно говорит Я хочу провести фестиваль В следующем году Я потеряла 100 миллионов рублей Никаких претензий У меня нет Я буду продолжать Работать Сейчас за год За год Буду работать Над следующим фестивалем Все Понимаешь, да? Да Невероятное чувство достоинства Невероятное чувство достоинства Которому надо учиться Обязательно Обязательно Прочитайте Это интервью Слушайте Я бы хотел опять Отбиться Сейчас мы попробуем Есть понимание Что произошло С Ил-76 Вот этим Геройские летчики Которые тушили пожар В Иркутской области Значит Они зацепились Левым крылом За деревья То есть Они работали Ниже нижнего Они работали Ты представляешь Что если они цепляются Крылом за деревья Да То То значит Они работали На высоте 30 метров А Ну может такое быть Что Ну там же говорят Что просто Они не видели Они были в кромешном дыму В кромешном страшном дыму Там сопка Да Они зацепились А датчики Простите за вопрос Ну как датчики Что значит датчики Не покажут Что там Лазерный измеритель Расстояние Может быть Было бы неплохо Не знаю Нет 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 Датчик там Поприведенное По давлению Делается Ты же понимаешь Ты же понимаешь Что это по давлению Делается И в горах Я не знаю Как это работает Совершенно Я не могу Ну смотри Ты исходишь из того Что давление Среднее Некое Усредненное Ты из этого исходишь Да По жизни Когда летишь Вот когда тебе говорят У тебя 10 км высота Ты исходишь из того Что среднее давление Да Сколько я не помню 760 Миллиметров Значит Когда ты подходишь К аэропорту Ты спрашиваешь Действительно Действительное давление Приведенное давление То которое у них В аэропорту Для того чтобы высоты Измерять Опять по давлению Измеряешь А у кого ты спросишь В этих чертовых горах Ну ты понимаешь Сколько давления В аэропорту У тебя Из которого ты вылетел Ну примерно Наверное Примерно Наверное Ну да Но когда ты работаешь На таких высотах Это уже По давлению Ты уже не можешь Когда ты работаешь На таких высотах Это уже не работает Как бы По давлению Понимаешь Тут уже визуально Получается Тут вообще работа На грани Ты визуально наблюдаешь Мать Ты визуально наблюдаешь На грани. А визуально как ты можешь наблюдать, когда ты в дыму, в чертовом. Ну все, вот они рискнули. Вот они рискнули, вот они погибли. Ужасно. Но, значит, что из всего ужасного... Один из лучших экипажей МЧС. Да. Что из всего ужасного надо делать какой-то хороший вывод. Какой? Хороший вывод заключается, что не техника отказала. Потому что если бы еще вдобавок лучший экипаж угробили... Лучший экипаж рисковал. Обоснованно рисковал, расчетливо, все правильно. Ну, не доучел что-то. Не до конца, не повезло. Но экипаж действительно лучший. Но если бы еще они там рушились из-за того, что у них техника скверная... Нет, ИЛ-76 был идеальный. Все. И еще из этой статьи явствует следующее, что они не осознавали, что они идут на смерть. То есть никаких записей, ни вздохов, вообще ничего. То есть они до последней, до самого падения, полная секунда падения, полсекунды до падения, никаких тяжелых дыханий, ничего нет в черном ящике. Все, так сказать, они расстались с жизнью вмиг, без ужаса, без ничего. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Сергей, по поводу 76-го. Да. Вы правильно говорите. Я не знаю особенности этой машины, есть ли там радиовысотомет. Он действительно альтиметр бариометрический. Он настроен, он работает по давлению. Ну да. Значит, смотрите, один миллиметр ртутного столба, 40 метров высоты. Угу. Перепад давления, то есть по мере того, что самолет поднимается выше, давление уменьшается. Оно падает. Соответственно, высота растет. Есть своя прямая зависимость. А именно поэтому всегда перед посадкой, когда экипаж заходит на посадку, он обязательно берет от башни давление. Да, какой из тем, чтобы правильно выставить высотомеры. Значит, смотрите, что здесь может быть на самом деле. Температура высокая. По уравнению состояния директора поменялось давление. Слушайте, еще одна вещь, которую нам пишет Андрей, спасатели, вам будет интересно. Когда ты сбрасываешь несколько тонн воды, датчики орут, как бешеные об опасном сближении. То есть они вот этот массив воды... Нет, нет, нет. Идет другая ситуация. Ну почему? Ты уйдешь вверх, идешь. Нет перепада. Подбрасывай. Но датчик говорит, что это объект. Смотрит вперед. Когда, знаешь, террин-террин начинает кричать, система, что она видит сближение с землей и меряет не по высоте, а под углом к горизонтальному вектору полета. Да. А здесь из-за того, что температура воздуха в районе пожара выше, чем окружающего, они могли в зоне настроиться, условно говоря, на 740, да, и определенная высота. Воздух горячее, более разреженный, давление ниже, поэтому параметры были неверные по высотомеру. Там радиовысотомер на 76-м, пишет Антон, измеряет расстояние до земли по принципу радара. То есть как радар. Но там же еще и задымление адское, поймите, частицы. Если сопки, то он будет постоянно туда-сюда прыгать. Конечно. Экипаж будет делать. Если вы видели, Антон, эти сопочки, вот эти вот дальневосточные, вы понимаете, что, ну, они очень частенькие, это как гребешочки такие, понимаете? Поэтому высотомер... Конечно, с ребенком, и все время радиовысотомер постоянно давать скачки высоты и по нему ориентироваться очень трудно. Конечно, я знаю, эти сопки чертовы, я с них на санках катался. Они на самом деле, гребеночка такая частенькая-частенькая идет, понимаешь, эти сопочки. Поэтому что ты думаешь, прибор? Прибор все время скачет то на гребень сопочки, то между сопочками уходит. Там невозможно понять ничего. Надо тогда с запасом работать. А это асы. Они асы. Ну что, появится новая строка в правилах? Что со ста метров минимум не появится. Не появится, потому что его задача прямо вот в водичку положить, прямо ровно на горящее, понимаешь? Если он ее разбрызгает сверху, она дисперсно пойдет куда-то вбок, не знаю, там неточность, появится неточность, понимаешь? Зато они останутся живы. Все равно лихость заключается в том, может быть, все-таки сжечь леса, вот я предлагал много раз. Сжечь леса один раз и навсегда. Тогда у нас не будет лесных пожаров. Ну, как часто бывают лесные пожары в Валжире, например. Да никогда. А? Может быть, по этому пути пойти? Там будет песчаный пурь. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Десят тридцать в столице. В студии с новостями. Евгения Волгина. Здравствуйте. Посольство России не комментирует сообщение об аресте в Турции 11 граждан России. Выходцы из Дагестана обвиняются в причастности к теракту в аэропорту Стамбула. В российском посольстве в Анкаре корреспонденту радиостанции «Говорит Москва» отказались комментировать эту информацию. Всего по делу о теракте задержано 30 человек, в том числе уроженцы Киргизии и Таджикистана. Накануне президент Турции Раджи Пердаган заявил, что нападение организовала террористическая организация «Исламское государство». Она запрещена во многих странах, в том числе и в России. Трое смертников атаковали аэропорт Стамбула 28 июня. В результате погибли более 40 человек. Ранее источники говорили, что российские спецслужбы не получали подтверждения причастности граждан к этому теракту. Генпрокуратура подтвердила требование к СКР прекратить дело Каменщика. Об этом ТАСС заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куриной. Ранее коммерсант писал, что генпрокуратуру вынесло предписание председателю СКР Александру Бастрыкину прекратить преследование владельца Домодедова и двух топ-менеджеров. В документе говорится, что было нарушено федеральное законодательство при расследовании теракта в аэропорту. Фигурант обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, руководство аэропорта изменило систему досмотра, что позволило смертнику в январе 2011 года пройти в здание и взорвать бомбу. Отмечается, что вынесенное предписание обязательно к исполнению. Американские СМИ сообщили о возможной приватизации аэрофлота. Wall Street Journal ссылается на источники в российском Минфине. По их словам, приватизация крупнейшей авиакомпании вряд ли будет проведена в этом году, но, возможно, в будущем. В качестве претендентов на покупку указаны китайские и корейские компании. Приватизация аэрофлота обсуждается больше 10 лет. Контрольный пакет принадлежит государству в лице Росимущества. Остальные акции хранятся в национальном расчетном депозитарии. Венесуэльские женщины взяли штурмом границу Колумбии для покупки продуктов. Сначала военные пытались препятствовать жительницам штата Тачера. Однако женщины смогли прорвать оцепление. Они отправились в магазины колумбийского приграничного города Кукута и с полными сумками еды вернулись на территорию Венесуэлы. Цитирую. «Мы решили пересечь границу, потому что дома у нас нет еды. Наши дети голодают», – заявила одна из женщин. В Венесуэле объявлено чрезвычайно экономическое положение. В стране не хватает продовольствия и товаров первой необходимости. В Алтайском крае за год число миллиардеров сократилось в пять раз. Согласно декларации, в регионе живет только один человек с доходом свыше миллиарда рублей. Это предприниматель, который занимается производством и переработкой молока. Об этом интерфаксу сообщили в управлении ФНС. Четверо бизнесменов, которые были в списке алтайских миллиардеров, в прошлом году перешли в категорию получивших доход до миллиарда. В завершении о валюте доллар по Центробанку на сегодня 64,27, евро 71 рубль 63 копейки. И о погоде. По данным Гесметио в Москве сейчас 18 градусов. Днем малооблачно, возможно, небольшой дождь. И воздух прогреется до 21 градуса. На этом пока вся информация. Евгения Волгина. Говорит Москва. Если у тебя есть цель в жизни, ты стремишься к ней и мечтаешь о будущем. Если тебе не все равно, что будет с тобой и с твоими близкими. Если ты хочешь добиться многого, тебе нужна жизнь без наркотиков. Сам выбирай свой путь. Сам принимай решения и двигайся вперед. Просто не пробуй. Просто живи без наркотиков. А мы вообще обедать будем сегодня? Я так есть хочу. И я. Нам нужна Сити Пицца. Это очень вкусно, придет быстро и доставка бесплатная. Уговорила. Где заказывать? Сделайте заказ на сайте citypizza.ru. Введите промокод Говорит и получите скидку 10%. Подробности по телефону 8495-925-3333. О, Американ Сити Пицца. Россия, 119034, Москва, Малый Левшинский переулок, дом 10. О, ГРН 102, 773-922-9825. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. В эту среду с Владиславом Гинько. Право знать. Говорит Москва. Обзор прессы. Спрос на торты и пирожные падает уже больше года. Об этом мы читаем в газете, в независимой газете. В РБК Андрей Лазаренко рассказывает, насколько прогресс влияет на человеческое общество, на взаимоотношения. Ведь еще 50 лет назад навряд ли кто-то бы согласился пустить к себе домой совершенно незнакомых людей. А сейчас всякие сервисы по совместной экономической деятельности и совместному потреблению, вроде передвижения на автомобилях или обмена жильем, они расцветают. Uber, BlaBlaCar и так далее. Самый руководитель BlaBlaCar в России и на Украине Алексей Лазаренко об этом сегодня в РБК. Outline Daily берет, Outline, вот этот фестиваль электронный в афише Daily, берут интервью у организатора Наташи Абель, которая, в общем, довольно спокойно рассуждает о том, что произошло. Говорит, что это не очень понятно для нее, но они будут пытаться продолжать работу. 250 тысяч евро за ночь снять Кокорина и Мамаева с зарплаты. Это цитата из московского комсомольца, то есть московский комсомольц взял ее и поставил в заголовок. На самом деле вот эти два наших футболиста, они как будто бы, ну, по крайней мере, свидетельствуют хозяина заведения и не заказывали никакого шампанского на 250 тысяч евро. Это какие-то другие русские, которые их узнали, находясь в том же самом заведении, устроили всю эту лакханалию под гимн с фейерверками, вынос этих бесконечных бутылок шампанского. В общем, скандал продолжается в интернете и сейчас последние новости такие, что оба этих футболиста решили убрать свои аккаунты из соцсетей, само удалиться. Слишком много там, видимо, комментариев гневных. Заплатят все. Это сегодняшняя российская газета. Иностранные компании с 1 января 2017 года обязаны будут платить налог с интернет-продаж в России электронного софта и контента. Соответствующий закон, получивший неофициальное название налога на Google, публикует сегодня российская газета. В российской же газете мы видим статью о том, что услуги такси подешевели на 20-30% из-за растущей конкуренции. Ну и также российская газета публикует федеральный закон, разъясняющий статус и функции нацгвардии. Аргументы и факты сегодня тоже выходят. Вот как обычно по средам, там обычная колонка Вячеслава Костикова, он рассуждает о выходе Британии из Евросоюза, о том, как она участвовала в нем и что ждет Европу и Англию дальше. 10.37 это был обзор прессы. Говорит Москва. 94,8. Мне очень нравится доклад, который про Россию, Лондон. Значит, в Лондоне в Комитете по обороне парламента Великобритании опубликован доклад, который оценивает Россию с точки зрения безопасности. Ты знаешь, на самом деле, ведь это же, когда тебя проклинают, ты тоже, в общем-то сказать, гордишься. Потому что в любом случае тебя наделяют значимостью. Тебя наделяют значимостью, значит, любят, уважают, ненавидят. Это примерно все равно, ну, давайте. Смотрите, значит, действия России на Украине продемонстрировали беспощадность, с которой она, кто она, мы не знаем, она или Украина или Россия? Россия, конечно. Действия России на Украине продемонстрировали беспощадность, с которой она, Россия, будет отстаивать свои планы, в том числе игнорируя нормы международного права. Стала, очевидно, стремительность, с которой Россия может мобилизовать свои вооруженные силы, использовать подконтрольные себе негосударственные боевые группировки, применять навыки информационной войны и находить правдоподобные объяснения своим действиям. Как это красиво! Господи! Вот это бы я изваял бы в границе. Куда-нибудь бы над входом в Министерство обороны. Да! Как это прекрасно! Хорошо, слушайте, это нас хвалит, это нас хвалит. На самом деле, Комитет по обороне Великобритании, ты знаешь, кто там заседает? Кто там? Игорь Сутягин, друг всех наших этих самых, пишет это Игорь Сутягин, один из авторов, который сидел 10 лет или 11 лет за то, что из газет переписывал, его посадили в 2004 году, я помню растерянность всех людей в Москве, которые работали в политологическом сообществе, связанном с военкой, когда Сутягина посадили, все говорили, боже, но он же просто читал газеты. Но он, читая газеты, делал выводы и передавал на Запад какие-то статьи аналитические. Его посадили, подприсадили, он отсидел от и до, и сейчас он в Великобритании сидит, живет и пишет опять про Россию то же самое. То же самое пишет, но только теперь его не сажают, а наоборот дают премию. Очень приятно, конечно, конечно. Настя по средам пишет тебе, Вова из Мытищ. Да, попробуй, попробуй все-таки говорить по-русски, если получится. Хорошо, а? Спасибо. Ну, пожалуйста. Значит, в Ростове, в Ростовской области, полицейский запустил свастику в чужую страницу в соцсети ради статистики. Вот это мне нужно знать. Ну, чтобы арестовать этого человека. Я не уверен. Может быть, переуговорить как-то, сказать, ну прекрати пустить свастики. Может быть, есть разъяснительная беседа какая-то. А на стене можно от своего имени повесить что-нибудь. В Ростовской области полицейский Елисеев запустил свастику на чужую страницу в соцсети ради улучшения статистики. За подлог ради премии, он хотел премию, суд приговорил его к условному сроку и тут же амнистировал. В январе 15-го года, давно, оперуполномоченный Елисеев связался через соцсети с местным жителем Минаевым. Минаев. Ранее уже привлекавшимся к административной ответственности за публикацию свастики. То есть Минаев ранее публиковал свастику. Он был такой, он был такой Минаев, он был такой Минаев, который характеризовался... Я бы не сказал, что он хулиган, а может быть, он имбецил. Ну, неважно, он был таким Минаевым. Ну, так вот, полицейский попросил Минаева найти кого-то, кто бы мог опубликовать в интернете свастику. Через несколько дней они встретились. Полицейский стал угрожать Минаеву возбуждением административного дела и арестом на 15 суток. Затем он предложил Минаеву опубликовать на своей странице свастику в обмен на минимальное наказание за это – тысячу рублей. Причем Елисеев сам был готов заплатить за Минаева штраф. Минаев достал на встрече, прямо на встрече, ноутбук и дал его, ну, вошел под своими паролями-логином и отдал полицейскому. Полицейский сам на странице Минаева запостил свастику. Ту, которая ему больше всех понравилась, их же много. Ну, свастики бывают разные, конечно, он нашел какую-то симпатичную. Ту, которая, я откликал, ту, которая в душе его находила, вызывала вот как. Затем Елисеев взял объяснение с Минаева. Зачем ты, Минаев, запостил свастику? Да. Минаев дал разъяснение. Будучи скверно-характерным, написал Минаев, и презирая законы моей страны, я запостил свастику. Затем Елисеев полицейский составил протокол осмотра компьютера и направил материалы в прокуратуру. Однако, ах, увы, Минаев весь разговор с полицейским записывал на диктофон. Какой подонок. Вот и верь после этого. Минаевым. Минаевым. Где написал заявление на полицейскую? Этот Минаев. Теперь премия не будет. Каков оказался человек? Гнилой человек, гнилой человек. И что можно получить за сотрудничество теперь у нас? Теперь слушай. Белокалитвинский суд Ростовской области пришел к выводу, что Елисеев намеревался приукрасить действительное положение на свастике. Действительное положение на свастике. Да, да, да. Свастике. Размещая свастику, полицейский намеревался приукрасить действительное положение свастикой ради премии и иных поощрений по службе. Полицейского признали виновным. И? Приговорили к двум годам и трем месяцам условно и тотчас через мгновение амнистировали. Ну как же это прекрасно. Скажите, пожалуйста, а по каким еще вопросам? Я просто хочу напомнить наш вывод. Мы считаем, что, я считаю, я считаю, что все законы создаются против плохих, а применяются по пустякам. Ну, чтобы не заржавело, да? Ну вот мне кажется, я говорю сейчас о своем мнении, простите, вот мое мнение, двоеточие. Что, например, Роскомнадзор, Роскомнадзор создан для того, чтобы, мне кажется, это моя оценка некая, Роскомнадзор создан для того, чтобы быть плеткой против оппозиции. Я так считаю. Значит, но Роскомнадзор, поскольку это двигатель какой-то, ну вот как дизель, как электростанция, он не может просто в холостую лупить. Он должен кого-то время от времени наказывать. Значит, поэтому Роскомнадзор время от времени наказывает совершенно непричастных. Понятно, да? Да. Ну, как бы, ну, нужна же деятельность, что, иначе общество, иначе это странная организация, например, ну, покажется непродуктивной, и, соответственно, будут сделаны выводы. Точно так же Яровая сделала поправки в закон против исламских экстремистов. Мы это точно понимаем. Там между строк написано, это против исламских экстремистов. Да. Все, все понятно, все понятно. Все. Значит, применяться будет направо-налево против обычных граждан. Очевидно. Я знаю почему. Потому что исламских экстремистов мало, а организация будет работать, какой-то отдел будет, департамент, соответствующий, в каждом подразделении, понятно, в смысле, в каждом министерстве. И этот департамент должен будет на гора выдавать постоянно, так сказать, там, экстремистов. Понятно, да? Да. Все эти экстремисты будут найдены всюду, вот как, кстати, со свастикой. Пожалуйста, размести у себя свастику. Я даже за тебя заплачу штраф. Говорит полицейский. Понимаешь? Да. В каких еще вопросах палочная, как называемая, палочная вот эта вот, так сказать, отчетность? С наркотиками, по-моему. С наркотиками. Расскажите мне о палочной отчетности. 7373-948, позвоните, пожалуйста, на станцию. И расскажите нам всем о палочной отчетности в контрольных органах, в силовых ведомствах и так далее. Мне кажется, что вот полицейский, он правильно действовал, он всех просил разместить свастику. Ну, почему, ему нужна была какая-то отчетность нужна, но он же на работе. А никто не пустит. Да, здрасте. Есть у меня один знакомый из сотрудников. Так вот, он, когда понимает, что он месяц ничего не делал, они просто покупают палки эти. Покупают? То есть чужие дела? У полуфников, по экономическим преступлениям. Скажите, а сколько это стоит? Чтобы отчитаться, что он что-то делал. Скажите, а сколько это может стоить? А это в зависимости от преступления. Ну, а это выгодно, то есть... То есть чем приятнее преступление, тем дороже стоит. Ну, вот я, например, там, я, например, месяц работал на себя, но у меня появились деньги, да? Да они, как правило, там все бизнесом-то и занимаются. Да. Думаю, мне это служба интересует. Я работал месяц на себя. Разводил бизнесменов, значит, на разводе, на арбитраже, на крышевании. Нет, бизнесменов сейчас никто не разводит. Они, как правило, сами занимаются бизнесом. Не надо светиться нигде, иначе это увольнение со службы сразу. А, это вот эти надписи... Контрольных людей, которые, так скажем, пробивают им тендеры, пробивают им заказы и контролируют, чтобы они правильно все выполняли. Говорят, в Подмосковье вот эти все надписи «бетон, насос» — это все вот ментовские. Ну, вот я не уверен. Я думаю, они не будут светиться такой ерундой. Нет. Они занимаются серьезным бизнесом. Кто торговлей, кто чем. Срявый. Просто они пользуются своими, так скажем, своим положением. Вот возник у него какой-то там вопрос. Он позвонил там, Вася, Петя, Коля, и вопрос сразу... Да, ну, хорошо. Я, например, месяц занимался бизнесом. Месяц занимался бизнесом. А начальник спрашивает... А начальник спрашивает, Сережа. А чем ты, дружок, занимался в этом месяце? Сережа, да. Сережа, скажи, Полстан, а у тебя... С чем мы пойдем к боссу? Значит, я иду к Насте, а Настя... Не к боссу? А? Нет. А каждое подразделение в конце месяца пишет отчет. К Насте я иду, говорю, Настен, ты же девчонка, ты послушная. Ты сидела здесь, сказать, там, глаза портила с этой хренью. Продай мне, пожалуйста, что-нибудь. Нет, слушайте, но в этом... Нет, не так делай. Не так, тихо. Это не так делай. Никто там ничего не продает. Просто, как бы, допустим, они же... ППС вот отработала сутки. Да. Они пишут отчет там, то, то, то. Да. Ну, подходите к ребятам, к этим, и говорите, товарищи, вот у вас тут есть вот это самое, если вам в этом месяце не надо, можно это будет мне? И они просто переписывают протокол и говорят, что ты там, это, ты вот красавец. Я был там на задержании. И так далее. И ты идешь и говоришь начальнику, вот видите, какой я герой. Так. Все, месяц, месяц можешь дальше ничего не делать. А ребятам я накину мальца. Конечно. А зарплату у нас какая? Откуда мы накидываем-то? Из бизнеса. Ты все время все пропустила. Она все пропустила. Из бизнеса, господи, тебе же сказано. Человек месяц колотил свой бузинец. Бизнес. Занимался бизнесом. Я думал, совсем ничего не делал. Поставками, строительством и так далее. Прикрытием, да? Прикрытием. Насыщенная работа, на самом деле. Тяжело, тяжело и потно. Тяжело и потно. Самоотверженно работал на родину свою. На родину. Что же? Не в Испании, не в Лондоне работал, не в Калифорнии, а здесь, в России. А им даже нельзя за границу выезжать. Земля наша, чтобы стала лучше, богаче. Вот такой человек и работал. Понятно? Но ему в конце месяца надо сдать палки. Эти вот происшествия, которые он расследовал, там, преступления. Свастики. Да, братцы, можно сказать, давайте на меня перепишем. Ну, сколько? По десятке каждому. По десятке каждому. А если серьезное преступление? По 50 каждому. По сотке. А, деньги из бизнеса. По сотке каждому. Ну, я не спрашиваю, деньги. Деньги берутся из бизнеса. Из твоего дурында кармана. Ну, даже плохо идет бизнес. Алло, здравствуйте, да. А? Бизнес идет хорошо. Потому что они присосались к бюджету. Все у них хорошо давно. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да. Скажите, все-таки картина раскрыта до конца, или вы знаете что-то еще на эту тему? Я хотел про себя в случае рассказать. Очень интересный период бурной молодости. Мы с ребятами иногда покупали травку. А продавали ее так называемые барыги, вот, ну, сбытчики. Да. Их крышевали милиция. Да. И причем милиция их не просто крышевала. Они им... Через них сбывали конфискат. То есть поймали они где-то партию. Да. Своя барыга все это дело сбывает. Я понял. Она в то же самое время, палки-то тоже нужны. Ну, да. Она сдает тех, кто у нее берет. И получается, ты приходишь туда. Да, да, да. Покупаешь, идешь довольный. А тебя где-то там метров за 100-150 принимают. Вот я один раз бежал, сломя голову, так быстро никогда не бежал. Серьез, пожалуйста, но ведь это противоречивый бизнес. То есть она как бы одновременно клиентскую базу свою сокращает. А новая? А здесь это не важно, потому что человек, которому нужно взять, он в любом случае, все прекрасно знали. Но каждый все время надеялся на то, что с ним такое не произойдет. Вот и я как дурак ходил-ходил, дать спор пока чуть было не попался. Ну, я понимаю. Спасибо большое. То есть сбытчик наркотиков работает на правоохранителя. На правоохранителя. Но время от времени болезненно, болезненно и чувствительно для бизнеса рубит собственную клиентскую базу с целью получить палки, вот эти так называемые, отчетность, понимаешь? Да. Ну, вот сколько-то там надо трех человек, например, в этом месяце взять. Трех берут. А, значит, там, а 30 не берут или там 100, сколько у нее, не знаю. Ну, надо грамотно, это же целая система. Там, наверное, там аналитика, отдел аналитики сидит и рассчитывает. Да, 73-73-94-8, конечно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Да, прошу вас. Вот история про травку, она исключительно правдива. Да. Только единственное, что бывали случаи, когда не только барыги, но и сами сотрудники сбывали, так сказать. Ну, это, наверное, вот, так сказать, они шли в народ, чтобы познать жизнь. Ну, вот палку, как они ставили? Ну, вот палка, не знаю, видимо, это для бизнеса, не для палки. Но есть еще история про меня, Лидия, еще и про ночных бабочек, которые тоже работают вместе с сотрудниками. Да. Секундочку, сейчас стал залипать звук. То есть, подождите, они сдают сутенеров, но сутенеры, как вы говорите, это сами правоохранители? Нет-нет-нет, есть сутенеры реальные, это правоохранители, а есть сутенеры-мальчики, которые приводят из этих ночных бабочек. Как бы координаторы в сущности, координаторы в сущности. Да-да-да, координаторы, и вот на них они и зарабатывают тоже, и палки, и деньги, и все. А, то есть они контролируют проституцию, и одновременно, время от времени берут своих вот этих казачков посыльных, которые забирают с клиентов деньги. Совершенно верно. Привозят девочку и забирают с себя деньги, например, Настя. Все равно, что расстрелять киллера, который убрал конкурента, да? Попробуй когда-нибудь заказать девочку. Дюймовочку. Ну ладно. Значит, она придет в сопровождении господина, который осмотрит помещение, чтобы там не было у тебя восемь дальнобойщиков. Рогатого негра. Нет, да-да-да-да-да-да, чтобы я делал, чтобы я делал все, все было спокойно. Он пройдет по помещению, он сказал, можно я пройду? Он пройдет по помещению. Вы прям как-то, мне кажется, себе представляете, это слишком как-то уж... Мне кажется, если бы я работал... Чересчур, как если бы это было... Да, если бы я сопровождал проституток, я бы сделал так, я бы вошел, сказал, здравствуйте, ужасно, ужасно приятного вечерка, ужасно приятного вечерка. Расшите, расшите пройти по помещению, сказать, у вас разуваются или нет? Потому что можно и разуться. Можно пройти, если пыль на плафоне. Нет, здесь мы работать не будем, Оля, пойдем. Да? Ну, как я не знаю, как это может выглядеть. Я попрошу. Сказала, хорошо, просите, пожалуйста, а вот это вот, сказать, у вас... Почему так много мужской обуви здесь? Это что? Вы прячете в шкафу каких-то газбуд... Понимаешь? Чтобы не было зверство. Дальше, чтобы не было каких-нибудь пыточных приспособлений. Чтобы не было вдруг набора скальпелей. А вам за что платят? Мне платят за то, что я товар привез, мне нужно... Ну, товары по скальпелям. Деньги вперед. Я говорю, сюда, иди сюда, 8 тысяч, иди сюда, иди сюда. Я говорю, мы подожмем тебя внизу. Ну, потому что мы же на час быстренько. Тырыш, тырыш, все, понятно, да? Дальше, смотрим, все чисто, мы стоим у подъезда, время пошло. Бэмс, понеслась. На вас могут забрать, потому что палка. Потому что нужно отчет. Я работаю на полицейского, я работаю на полицейского, но иногда он мне говорит, понимаешь, Вася? Ты должен быть готов подсидеть. Ты же понимаешь. Вась, ну как подсидеть? Посидеть не надо. Зачем сидеть? Мы стихи ямальского депутата будем читать? Что, Сем? Сегодня. Ты прочитай. Я пропустил это дело. Депутат Ямала, с Ямала, написал стихи гневные, что люди наши поехали в Турцию. Много там, много. Но мне кажется, вы лучше читайте. Сезон отпусков сейчас в самом разгаре. Мне кажется, что я амфибракий. Мне хочется амфибракий. Давайте пионерским голосом. Давай. Сезон отпусков сейчас в самом разгаре. Все к теплому морю и солнцу спешат. И берег российский будет в ударе, пока отдых в Турцию не разрешат. Эрдоган думал так, когда извинялся за сбитый предательский наш самолет. Но хочется верить, что он ошибался. И народ наш его на три буквы пошлет. Конечно, пошлют не все россияне. И будут такие, кто подвиг героя забыв, за фрукты продавшись, как будто в дурмане, Россию сменят на all-inclusive. Они забыли турецкую подлость. А нации гордость для них пустота. И смерть офицеров уже им не в горесть. Для них это, видимо, лишь суета. Не будем плевать им на спины за это. Не будем со злостью людей осуждать. Простим их за глупость. Не спросим ответа. И просто живыми домой будем ждать. Мы сильные люди. И нас миллионы. Мы все патриоты великой страны. Для нас честь и совесть. Святые законы, которые Богом нам щедро даны. А садись пять. Садись пять. Садись пять. Я в задумчивости. Я даже волновалась. А что, наши законы даны Богом? Вот это что, Яровая... Или Аллахом. Яровая от Бога, что ли, получается? От Аллаха. Не знаю. А как его зовут, этого достойнейшего человека? Его чуть наверх надо проскромить. Его зовут... Депутат Роман Арефьев. Роман Арефьев. Ну, Ямал. Правда, фотография... Фотография Эрдогана. Мне казалось, что это Эрдоган. Он возглавляет молодежный... Подождите, еще раз открутите. Молодежный... Молодежный вверх-вверх. Парламент Ямала. Вы вообще представляете, что такое Ямал? Молодежный Ямал. Ямал. Наберите в картинках, сейчас посмотрите Ямал. Я знаю, что такое Ямал. Это одно из самых таинственных мест. Это деньги, дорогая. Что там? Деньги. Деньги. Ямал. Ямал, да. Там как грязь денег. Я хочу на Ямал. Денег как грязь, Настя. Это пусто. Там нет деревьев, там слишком северно. Там лемминги ходят и делают так щеками. Какие лемминги? Лемминги, это местное молодежное движение, да. Местное молодежное движение. Они потому что все время молодые. Их все время съедают, и все время лемминги молодые. Они идут под снегом. Понимаешь, снег шевелится. Это не лемминги, идут под снегом просто. Там песцы ловят леммингов. На хвост. Хрустят ими. Кто такие лемминги? Я просто забыла, что это очень часто звучит. Лемминг звучит часто в связи с тем, что... Лемминги, лемминги. Ой, какие симпатичные. Они идут толпами. Белые, делаются белыми. Они делаются белыми для того, чтобы их поймал песец. Но они коричневые. Коричневые они летом. Они не могут жить на Немале? Летом. Летом они коричневые. А я молчу за коричневые? Ты думаешь, что любой коричневый не может жить на Немале? Нет. Там же всегда снег. Это противоречиво. Хорошо. Настя. Настя. Вам понравилось? Поехали. Мне понравилось. Мне понравилось. Но вот эта публикация в «Спутнике и погроме», с которой я начал, она как раз говорит, что настолько развод и отдельная жизнь у элит и у народа, что народ вообще, говоря, да, поедет в Турцию, но не потому, что там подвиг офицера или что-то, а потому, что вообще как бы отдельная жизнь у людей. Народ отчужден как бы от жизни элиты и от политики элиты, и вообще не воспринимает ее. Погнали в движение. Подъем в движении. Движение стало похуже, ребят. Значит, 4 балла, во-первых, и все это за счет того, что на третьем транспортном какая-то коллапсическая страшная пробка образовалась на внутреннем КАДе от Доргомилова, наверное, где-то почти от Хамовников стоит все до Новой Риги. Там несколько аварий и совсем-совсем фигово. И Кремлевская набережная, вот Котельническая здесь тоже стоит, там, где Шувалов не покупает квартиры, как теперь выяснилось, а его посыльные там покупают квартиры. Ну, не важно. Значит, там все стоит насмерть. Так, 4 балла мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 6 июля. Подъем. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8 11 часов столицы в студии с новостями Евгения Волгина. Здравствуйте. В Жуковском началась панихида по погибшим при крушении Ил-76. Траурное мероприятие проходит в городском дворце культуры. Там присутствует около 200 человек. В катастрофе в Иркутской области погибли 10 сотрудников МЧС. 8 из них были жителями Московской области.